И он такой хоп, и начинает мне пальцем вот так щелкать перед глазами. Он думает, что я именно в наушниках и не слышу. И он еще именно так борзый это делает. Я говорю, я вообще-то говорю, слышу. Ну вы, видимо, выглядите как два подростка, которые решили там клей понюхать. Суровый веб, тот самый подкаст от eWebDesign из Челябинска. Почему нам понравился 12-й айфон? Погружаемся в CSS-функции. 7 причин не переезжать в Кремниевую долину. 7 причин не переезжать в Погнали. Всем привет, с вами Суровый веб. Выпуск номер 232. Сегодня 12 мая, ночь с 12 на 13 по Челябинску уже 17 минут первого. Меня зовут Александр Гончаров. Меня зовут Никита Тарасов. И сегодня у нас интересная тема. И все наверняка рады, что у нас про айфон снова. Конечно, конечно. Это наша первая тема, наша сегодня любимая тема. И ваша тем более. Угу. Я вам хочу напомнить. Заголовок добавить про айфон, и сразу все перейдут точно. Да. Я вам хочу напомнить, что вы можете написать нам на work.subakayuwebdesign.ru, чтобы договориться о рекламе, например, в этом подкасте. Work.subakayuwebdesign.ru Это мы к Тиму Куку уже наконец-то обращаемся. Наконец-то. Тим, пожалуйста, давай новые твои часы. Именно Тимовские. У Тима наверняка какие-нибудь крутые часы. Не какие-то там задрипанные Apple Watch. Ну, там, ну, серьезно. Я, знаешь, к сожалению, к своему стыду, кроме Rolex, я не знаю серьезных компаний. Но там их на самом деле же много всяких таких именно. Да, конечно. Которые как вертые телефоны там, да, кто шарит. Они тебе назовут там такие еще. Уф, уф. Свотч. Ну да. Нас как раз подкаст для таких часов. Свотч, там, вот, чтобы детские, детские, которые такие водонепроницаемые. И с калькулятором, который... Тем не менее, что еще? Мне, кстати, интересно, Apple Watch вышло нативное приложение к калькулятору или нет. По идее, не должно быть таких вопросов. Вот, ну что-то я не помню. По-моему, когда я ходил с Apple Watch'ами, с Оленинами, что-то было. А ты считал на калькуляторе? Да я просто фичи смотрел, как минимум. Мне тупо интересно было. Просто это прикольно. Ты знаешь, в натуре стоишь в магазине в какой-нибудь пятерочке задрипанный. И такой, как Джеймс Бонд, там... Программируешь на часах. А ты, на самом деле, считаешь, сколько молоко с хлебом будет, потому что тебе только 150 рублей дали, и надо, чтобы хватило. Да-да-да, вот это оно. Какие у нас еще есть прямо? Коротко, я мог тебе из пришелы рассказать, но что-то забыл. Все чуваки, кому нравятся такие истории жизни, ныряйте по ссылке в описании, слушайте нашу пришел к 2.3.2 выпуску. Там больше историй из жизни. Так вот, стою сегодня в очереди в пятерке. И я именно в Apple Watch... Блядь, в Apple Watch. Все, сука. В этих... В AirPods. И чувак... А там именно супер лысый такой чувак на кассе. Ну, он может даже моложе меня уже. Мне кажется, уже много кто моложе меня. Мин-мин-минэ. Вот. И он такой... Пакет надо. А я именно думаю. У меня... Потому что я один пакет с собой взял по старикам. Именно тканевую авоську. Но потом я смотрю на то, что я набрал. И именно... Ну, как бы мало у меня. Много, точнее. У меня не хватит. И он такой хоп. И начинает мне пальцем вот так щелкать перед глазами. Он думает, что я именно в наушниках и не слышу. Ага. Он еще именно так борзо это делает. Я говорю, я вообще так говорю, слышу. А, говорит. Вот хоть один нормальный, адекватный человек. А то был тут до тебя один. Я ему ору, ору. О, не слышит. Смешно. Он сразу так ко мне проникся, так сказать, это. Так и что, тебе нужен был пакет или нет? А мне нужен был пакет, да. Я взял пакет и не пожалел. Потому что насколько мне нравятся эти тканевые шоперы, но они вообще не растягиваются. То есть ты туда... Никак нельзя туда впихнуть невпихуемое. Никак. То есть ты уже вот две бутылки, извиняюсь, сложил. И все, тогда больше уже сметаны не поместишь. Бутылки не раздвинутся никак. Ты не извиняешься. Нормально, две бутылки сложил. Это полуэтиленовые пакеты, они хоть как-то тянутся. Туда знаешь, сколько бутылок можно сложить? И сметану. А в тканевую только две как бы, и все, без вариантов. Я, кстати, стараюсь с рюкзаком ходить в магазин и покупать, чтобы в рюкзачок сложил все. И поэтому, когда ты с рюкзачком, у тебя всегда паспорт спрашивают. То есть думают, ну в ткану лишь школьник какой-нибудь опять пиво свое покупает. Когда последний раз покупал пиво, меня спрашивали, но когда я один беру, без Алины. Когда я с Алиной был, меня спрашивают. Когда я без Алины, не спрашивают. Не знаю почему. Но да. Ну вы, видимо, выглядите как два подростка, которые решили там клей понюхать где-нибудь во дворе. Да. Ладно, у нас сегодня вообще-то подкаст. Вот такого пришло дохрена про клей и во дворе. Да, да. Мы там советуем даже, как правильно и куда, и каким образом. И сейчас что-то вспомнишь, что нам банан сказал, что надо подудюгивать. Наши кореша из смарт-тейп дали нам супер-акции. Поэтому ныряем по ссылке в описании. И всё, супер-классно становится. Кстати, хочу сказать про банана. Он, между прочим, нам монтирует все эти подкасты. Все эти старания. Если вы слушаете подкаст вот в аудио, например, из приложения подкасты, или как в RSS-ленте, или каким-то образом именно в аудио, и не знаете, как там происходит видео, я вам рекомендую пойти посмотреть видео, потому что там уже что-то... Там же просто верх монтажа. Там уже просто Нолан. Там уже вообще хрен знает кто. Мне очень нравится. Это как-то добавляет чуть-чуть какого-то движения. Мне нравится вообще. Если подкасты, они выходят в видео, я смотрю видео в основном. Поэтому я вам того же советую. Посмотрите хотя бы, как мы выглядим. Кто Саня, кто Никита, как обычно. Напомните себе наши морды. И, может быть, даже вам что-то там смешно покажется. Иногда бывает классный смешной прям монтаж. То есть зайдите на YouTube. Когда я сплю в очередной раз, это самый классный и самый смешной. Да. Банану, опять же, спасибо. Очередное. Да, Банан, ты крутой. Разрешаем тебе подмонтировать здесь твой никнейм с собакой, чтобы все тебе писали. Вот. Но помни, что мы для тебя номер один должны быть. Ну, согласен, согласен. Ну, что там про iPhone 12? Давай расскажи мне. Расскажи-ка мне. Собрать. Первая темка. Ты мне с Shazoo скинул. Вот. И я даже... Или нет, с DTF ты мне скинул. Я даже ее там тоже прочитал. Но потом я пошел на MacRumors, и там более полный раундап. Вот. Потому что там еще про Proz сказано, например. А на DTF не было про Proz. Вот. Но неважно. Короче, в этом году, как нетрудно догадаться, ожидаются новые айфоны. И судя по тем сливам, которые есть, это не может быть S-версия. Ну, типа, это не 11S, потому что здесь дохрена всякого майндблоинга. Подожди, а не нужны айфоны-то эти? Сейчас же никто не выходит из дома. Так, тем более. Хм. Так. Вот. Ну, то есть, например, вышла же вот эта фича, что Face ID теперь определяет тебя в маске. А как, кстати, это делается? Вот мне интересно. Что именно как делается? Тебе не надо теперь маску снимать, чтобы он определил. Не, ну. Не, ну. А вдруг это не я? Ну, слушай. А он как-то глаза-то все-таки твои палит. Просто он подбородок с ротом не ищет. Он, видимо, подбородок без рота ищет. Я не готов тебе сказать, как это алгоритмически сделано. Но, тем не менее. Угу. Ну, так вот. Ожидается весной 20-го. Ой, блядь, простите. Осенью 20-го. Вот. Но самое тупое, что мы могут перенести из-за корона тайма. Потому что... Ну, короче, по слухам, на данную секунду, на месяц может задержаться производство. То есть, даже если и будет анонс, как обычно, в сентябре, то они скажут, что, типа, шиперим только... Именно шиперим. Шиперим только с ноября. Вот. И, короче говоря, просто будет позже. А там, типа, суперфлагманские, которые, может быть, даже там из декабря. Вот. Ну, давай теперь мы, собственно, идем к спецификациям. Во-первых, ожидается 4 айфона. Это учитывая, что еще вышел SE новый. И еще 4. Типа, будет просто 2 12-ых и 2 и 2 прошки. Угу. Ну, как обычно, Pro и Pro Max. И, соответственно, 12 и 12 Max. Это все пока вилами по воде. То есть, это Speculations. Угу. Вот. 4 штуки. Ну, и тут здесь, опять же, супер дюймовки, размеры. Ну, короче, если коротко, то самый большой будет больше, чем нынешний Max. А самый маленький меньше, чем нынешний 12-ый. Но из-за того, что они уменьшают рамки опять в очередной раз, размеры самих экранов типа одинаковые остаются. Вот. А именно трубки, трубки, они чуть-чуть другие по размеру. Так там уже некуда уменьшать. Ну, и тем не менее. Они, кстати, здесь забегая вперед, скажу. Есть слухи, что в 21-м году уже вообще бровки не будет. Именно они, все сенсоры, все камеры, они в рамочку прям поместят, которая над бровью вообще. То есть, вот эту супер, ну, там она типа полтора миллиметра или миллиметр в ширину. Вот эту просто рамку. Вот в нее все это смогут поместить. Все сенсоры, там, камеру переднюю и так далее. И избавиться от брови вообще. Или от челки, если угодно. Ну, слушай, это, кстати, был неким брендом челка. Тебе интересно, как это повернется. Все. Ну, как много брендов, так и перестанет быть брендами. Я понимаю, я знаю, что китайцы по-всякому избавлялись от челки. Что только они делали, делали ее капелькой. Делали ее, чтобы, как бы там, очень умно все, экран включался в тот момент, когда у тебя не работает камера. А когда работает камера, она смотрела через, в общем, как-то делали. Но я предчувствую, что Apple сделает это, ну, качественно, по крайней мере. Как и всегда. Ну, мы не сомневаемся. Если они будут какое-то новое инженерное решение выпускать, то, скорее всего, оно будет топ. Потому что, как мы с тобой обсуждали, их беспроводная зарядка, которую они крутую придумали, AirPower, она так и не заиграла красками. Короче, она так и не вышла, потому что они не смогли сделать так классно, как когда. Поэтому, ну, вот. Все четыре айфона будут OLED. То есть, не будет такого, что младший, как вот сейчас 11-й, все-таки LCD-шный. Нет, там он будет OLED-овый весь. Ну, это давно ждали все-таки. Да когда уже вот это бомжовское наше дерьмо станет OLED-овским? Ну, кстати, ну, а есть эти, опять же, вот те самые люди, которые любят SE. И типа, вот я люблю SE, там, за форм-фактор, за любое. За то, что денег нет. За это любим SE. Так вот. И те же люди говорят, что любим 11-й за то, что там LCD-шный экран, а не вот этот ваш OLED-бездушный. Поэтому, как бы, тут не знаю. Ну, нет, ну, разные, вообще про OLED-то разные огрешили. То есть, тут хрен его знает. То есть, он и там и выцветал, и что только не делал. То есть, про него были плохие события. Выцветал тот, который на X-ке, на 10-м. На X-S-ке уже не сильно выцветал. Вот. Но, да, это просто еще сырая технология. OLED-дисплеем, там, типа, 5 лет. Ну, таким, не прототипным, а именно серийному производству. Поэтому это, как бы, это мало. Вот. Потом они собираются внедрить ProMotion в фичу. Это 120-герцовые экраны, которые, начиная с 2017-го года, были в iPad-ах Pro. Вот. У меня у батя такой как раз iPad, и я видел, и это непередаваемо круто. То есть, это реально 120-герц, это очень круто. Ну, то есть, что тут говорить? Вспомни, мой монитор, у него 165-герц, и прям суперплавный и красивый. Я первый раз увидел, я прям кайфовал. Вот то же самое будет с телефоном. Вот. Но они пока рассуждают, ну, то есть, по слухам рассуждают, в какие именно трубки его включить. То есть, возможно, не во все четыре. И даже не столько из-за того, чтобы сегментировать сегменты, простите за тавтологию, сегментировать аудиторию, а просто из-за того, что это много батареи жрет, и лучше такое включать только в большие трубки, где большая батарея. Вот. Ну, может быть, это так, просто базар. Вот. Также по слухам, по слухам может быть Touch ID снова, то есть, сканер отпечатка пальцев, но внедренный в экран. То есть, ты в любое место экрана прикладываешь палец, и он сканируется. Не обязательно именно в нижнюю кнопку, которой нет уже давно, а именно просто в любое место экрана клик, ну, как бы прикладываешь, и он считывает, и офигенно. Вот. Поэтому такая штука. По поводу дизайна, как мы уже с тобой обсуждали на каком-то из сливов, ожидаются квадратные рамки, как у четверки, пятерки. Вот. И даже не сколько, как у пятерки, а именно как у четверки, что она будет толстенькая, потому что 5G. То есть, типа, должна быть толстая антенна для того, чтобы 5G нормально там ловила, и так далее. Ну, короче, они уже, видимо, от IVH избавились, и у них нет больше мании, вот это всё миниатюрное, тоненькое, худенькое и так далее. Они уже как бы... У меня это, кстати, плюс. Вот честно скажу, то есть, мы тут много обсуждали. Да. И я часто говорю, что вот мыло это задолбало. Я имею в виду мыло, именно вид айфонов, вот как у меня, например, айфон 7. Оно задолбало, потому что оно такое хрупкое. Я ничего против не имею того, чтобы улучшать, улегчать, и чтобы технологии уже были там как одна маленькая, какая-нибудь там эта. Но это просто телефон, который ты постоянно держишь, постоянно роняешь, постоянно кладёжки даешь. Это в ущерб UX прям сильно. Это реально в ущерб. Не хочется трубку в руках держать нормально. Конечно, конечно. А слишком лёгкое не надо делать. Поэтому IVH, если ты слышишь, хотя тебе-то уже похрену, но новые IVH, там 4 новых IVH в Apple, мы же рассматривали его заместителя, замы IVH, они, возможно, будут двигаться в более таком правильном направлении, именно с точки зрения эргономики девайса. Это прикольно. Ну вот да. Потом там рассуждают о том, что будет 3 камеры, и именно будет TrueDepth Camera System, которая со всех трёх сканирует дерьмо. Он чё не TrueDepth? Сука. Чё-то заржал, не удержался. Смешно. Так. Вот TrueDepth Camera, которая именно со всех трёх берёт данные и делает классные снимки. В том числе будет четвёртая дырка. Ну, то есть будет уже по мемам сзади не 3 кругляшка, а 4. На четвёртой это будет LiDAR Scanner. То есть это именно инфракрасный сканер, который, во-первых, как в iPad, в последнем iPad есть LiDAR Scanner, он чуть меньше, чем сами камеры, то есть там 2 больших кругляшка и один поменьше. Тут нарисованы все 4 одинаковых. Не знаю, как на самом деле будет, ну, допустим. Так вот, этот LiDAR Scanner, он кроме того, что улучшает AR capabilities, то есть он сканирует, сколько именно по отражению света, какое примерно расстояние до объекта, и тем самым простраивает в AR, ну, как бы в перспективе. Напоминаю, мне батя скидывал именно картиночку AR парад победы. И он именно наводит на стол, у него по столу танки едут, как бы, и всё, ару. Вот. Вот тут, если бы у него... То есть это чисто для AR, правильно, LiDAR? Не чисто. Вот в iPad он чисто для AR, а здесь ожидают, что он ещё будет именно инфракрасным светить, как камеры. В смысле, как камеры видеонаблюдения там в офисах, в магазинах и так далее. И будет ночью лучше видно, тупо из-за того, что этот LiDAR сенсор будет ещё и просвечивать ночным видением. Ну, короче, уже полный киберпанк. Угу, угу. Прикольно, это как будто у тебя глаз терминатора красный. Во-во-во-во, типа того. Только, ну, инфракрасный, конечно же, он на самом деле. Да, да. Вот. Ну и, как я уже сказал, 5G. 5G ожидается. Вот. Это я общим сказал. И сейчас я листаю для наших зрителей. Слушатели, просто представьте, что здесь по пунктам на MacRumors'е они расписывают про дизайн, показывают, какой им был четвёртый iPhone, потом показывают, какой мокап именно нового 12-го iPhone'а. Во-первых, у него вот эта чёлка чуть-чуть меньше. Знаешь, как на Xiaomi, она именно узенькая такая, она треть экрана. Если сейчас на XE и на XS она примерно полэкрана по ширине, то тут нарисована уже тоже треть, как на Xiaomi. То есть они как бы от неё ещё не избавляются, но делают её уже уже. Вот. Ну да. И опять же, тут именно на передухе более лучше качество, потому что здесь тоже будет какой-то там этот сенсор ночной-неночной. То есть тут уже в этой брови уже там не три, там четыре сенсора, а уже типа шесть около того. Вот. Ну кроме всяких там датчиков близости, динамиков, там, ну ты понимаешь вот этих всех вещей, которые там спереди есть. Вообще-вообще много кто говорит, кто купил 11 и выше, что ночной режим рулит. То есть именно же Apple, ну когда их анонсировали, они говорили, что там прям ночной режим. И, ну, разительно отличаются фотки, которые ты делаешь там при костре, например. Или просто, ну, вечером дома, когда маленькое освещение. Вот. И я почему-то, ну для меня это, знаешь, каждый раз вот эти все фичи, это, знаешь, как портретный режим. Вот на 7+, он появился изначально. И у меня 7+, и я им пользовался там два раза, например. Хотя он, в общем, прикольно, как зеркалка снимает, когда ты делаешь суперширокую диафрагму, и у тебя то, что у тебя на переднем плане в фокусе, оно четкое, а все остальное суперразмытое такое. Вот это можно делать портретным режимом. Вот. Он, начиная с, ну, как бы начиная с 7+, он именно хардварный. Вот вторую камеру для этого использует, короче говоря. Так вот, тут ночной режим для меня был такой же пук какой-то. Типа вроде есть, но в общем-то и насрать. Но нет, люди, которые юзают именно новые айфоны, вот кстати, Санька нам не говорил, он взял 11, и он нам что-то ни разу еще не сказал, что ночной режим это прям откровение. Ну, наверное, потому что он спать ложится, когда еще солнце не зашло. Так вот именно. Ему не надо ночной режим. И тем не менее, то есть вот есть люди, которые там, может быть, я сейчас, я не буду сейчас врать, но может быть, в XR уже появился ночной режим, но софтварный. А начиная с 11-го он хардварный, какой-то, короче, более четкий. Вот даже на XR уже от него балдели, потому что, ну, реально, ты там сидишь, я не знаю, на диване, и ножки свои фотографируешь, и вечером, когда слабое освещение, все равно можно прикольную фотку ножек сделать в Инстаграм. Поэтому, типа это бигдил, и здесь он будет еще и напередухи, и ОАМ, и вообще круто. Вот. Есть ожидание, что... То есть можно селф-айки делать с ночным режимом? Да, да, да. Есть ожидание, что лоток с сим-картой будет теперь слева, а не справа. Ну, так вот... Что-то руслотка. Я надеюсь, в нем будет там наполнитель в лотке сим-карт. Стоподобо менять надо будет, правда, новый покупать, но да. Чуть-чуть ниже будет пауэр-баттон находиться, ну, тот, который сбоку находится, вот. И на одну дырочку внизу у микрофона будет меньше. Минус дырочка. Вот, да. Что касается цветовых решений, ожидается, что добавится Navy Blue, то есть такой морской синий. Ну, и здесь в данном случае... Ты открыл темку вообще именно ту, которая с MacRumors? Да, конечно. Вот. Там именно такой темный, глубоко темно-синий такой. Вот не Royal Blue, как у меня стены. Я вижу, да. А Navy Blue, который такой более глубокий, темный. И вообще, вообще, они ожидают, что он добавится к вот этому новому Midnight Green, который в 11 Pro. А мне вот показалось, было бы прикольно сделать именно на каждую новую линейку айфонов какой-то уникальный цвет. Я понимаю, что цвета закончатся в какой-то момент. Ну, вот. Но это было бы прикольно, что вот у тебя зеленый, а вот только 11 Pro был зеленый, и все. А вот тут Navy Blue. И только 12-ый это Navy Blue. И мне кажется, они таким образом еще больше девайсов могли бы продать. Потому что все бы хотели коллекционировать. Вот это мой зелененький, это мой синенький. Ну, и так далее. Ну, это ты хорошую идею подал, на самом деле. Мне нравится Navy Blue. Мне тоже. Если посмотреть. Не знаю, насколько это, ну, вообще, вранье или реальная тема. Но цвет хороший, прикольно. Он богатый еще. То есть, как бы, подходит к айфону. Да, слушай, с айфоном любой цвет богатый. Ну, то есть, тот зеленый тоже мне богатым казался. Да, согласен. Хотя, правда, сейчас синий более богаче, кажется. Поэтому посмотрим, посмотрим. Вот. Ну, тут дальше слитые картинки, макапы, как это будет выглядеть. Эти четыре камеры сзади. Вспышечка посередине. Опять же. Опять же. Будет выпуклое, да? То есть, опять будет люфтить. Меньше. Меньше. Здесь об этом прям четко написано, что они попытались сделать, чтобы не люфтило. Но вот ты же сам. Это же не избыточная цель вообще сделать, чтобы не люфтило. Поэтому пока только попытались. В какой-то момент, видимо, все-таки это. Ждем. Ждемся. Вот, да. Допытаются в какой-то момент, надеюсь. Но тут даже вот на рендерах видно, что реально меньше уже люфтит. Вот. Нет, но я готов. Вот если бы собирали подписи, я готов еще миллиметр толстоты телефона получить, чтобы не люфтило. Да? Я с тобой согласен. Или какие-то... Ну нет, ножки я не готов получить, но вот миллиметр толстоты готов. Вот, да. Какие ножки я просто даже... Ну, типа знаешь... Которые сфоткать в инстаграм? Которые, да, в ночном режиме. Ну, в смысле, то есть раскидать по всем углам задние крышки. Я понял. Которые выпуклые письки. Да, да, да. Которые потерять потом? Ой, ладно. Смешно. Не, потерять одна стоит 67 тысяч девятьсот девяносок. Да, да, да. 699 долларов, как ножки для Mac Pro. Да, ножки бушек. Ножки-колесики. Вот. Короче, A14 Proc они предрекают. И он предрекает, что... Ничего не говорит каждый раз. То есть просто уже будут A20, A30 похрен. Да, но вот так. 5-нанометровый он будет. То есть, ну, техпроцесс. В смысле, один транзистор 5 нанометров занимает. И это типа бигдил, потому что будет меньше греться, лучше работать. Короче, ОАМ. Вот. 6 гигов оперативки у Прошки, 4 гига у Непрошки. Какие-то бенчмарки уже пошли. Но это для любителей. Для любителей гиги посчитай. Гиги. За шаги. За шаги. Гиги. За шаги. Так, задние камеры мы уже обсудили, что ожидается там третья. Здесь картиночка, как LiDAR сенсор на iPad выглядит, что он прям сильно меньше. Вот. Но да, что ожидает подобное. True Depth Camera System здесь тоже показано. О том, что до хрена, короче говоря, всякого умного там будет, что он со всех камер будет следить. О том, что новая камера будет сделана так, что... Так, что? А, даже этот. Даже тот, который Proximity Sensor, который показывает расстояние там до щеки и так далее, он тоже будет использоваться в том, чтобы более лучшее изображение на передуху получить. То есть он будет простреливать сколько до лица, в зависимости от этого, видимо, там как-то баланс белого корректировать, там цвета и так далее. Ну, я нисколько не сомневаюсь, что у них есть целые прямо отделы, которые тупо над софтом трудятся. И трудятся над инженерным говном, которое в общем и в целом оно не так видно, как то, что они там рамки на один миллиметр улучшили. Но оно и дает тот самый филинг, что ты каждый раз берешь новую трубку и тебе кажется, что она круче снимает там, ну или она быстрее работает. И это не просто там маркетинг, а это реально. Вот эти всякие супер мелочи технологические, они, блин, дорогого стоят. И круто, что они каждый год пытаются их как-то, пытаются как-то что-то новое сделать в этом отношении. Вот. Так я так и не понял, в итоге будет бровка или нет? На картинке здесь рендер 2021-х айфонов. Ты не понял, то есть в самых, еще через одно поколение только бровку хотят убрать. Да, да, да. И тут же видишь, оно прям вот в рамочке и так далее. Это как обычно, что это Bloomberg предположил, что могут быть во фьючер айфонах, но в 2020-м еще ожидается, что будет. Вот. Что касается сториджа, то ожидается, что минимальный будет 128 гигов. Скоро же просто будет минимальный терабайт. Ну, видимо, видимо. Но, опять же, другой ликер, то есть инсайдер, сказал, что у нижних двенашек, которые не про, будет и 64 вариант. Ну, короче, посмотрим. В любом случае, ты же понимаешь, из-за того, что куча всех этих сенсоров, камер, там, наверное, один снимок уже весит 20 мегабайт вместо, там, 5. Ну, так и есть. Ну, то есть это, к сожалению, necessary evil добавления памяти. Тем более просто модули памяти, они все меньше и меньше стоят, потому что, как бы, ну, это такая технология уже обкатанная и обкаканная. Поэтому тут сейчас чип на 128 гигов один, хотя там, наверное, не парные, но неважно, два чипа на 128 гигов стоят меньше, чем, там, три года назад два чипа на 32. Поэтому, ну, это просто как, это как старение, тупо взросление. Айфоны взрослеют, но больше гигов у них там и так далее. Гиги, за шаги, опять же. Вот. Touch ID я уже сказал, что есть сливы о том, что будут и Face ID, и сканер отпечатка пальцев, и то, что сканер отпечатков пальцев будет прям в экран встроен, там, и так далее. Поэтому, и, опять же, из слухов следует, что, может быть, на каких-то будет, на каких-то не будет. Типа, что, ну, там, у прошек будет, у непрошек не будет. Ну, короче, да. Угу, угу. Вот. Тем более, что, опять же, это же зависит не столько от Apple, сколько от того, что, вот, например, в конце 19-го года Qualcomm выпустил такой сенсор, который в экран встраивается. То есть, это, опять же, это не Apple-овские разработки в данном случае. То есть, ну, где-то Apple-овские, но вот если говорить про сенсор, отпечаток, сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, это Qualcomm-овская разработка. Так же, как, собственно, и 5G-шный модем, который Apple будет использовать, это тоже Qualcomm-овская тема. Кстати, опять же, according to аналитик Мин Чи Ко, наш любимый, который больше всего сливов делает, Apple отходит опять от Intel-ов, и Qualcomm-ы ставят именно по модемам, по 5G-шным. Угу. То есть, там постоянные идут войны, ну, опять же, за такого заказчика, как Apple, я думаю, все хотели бы побороться. Ну, да, там тендеры выигрывают. Вот, вот, вот именно, поэтому, да. Да, про 5G ты нам еще чуть-чуть дальше расскажешь. А что касается Wi-Fi, Wi-Fi 6 уже поддерживается, начиная с 11-х айфонов, которые Wi-Fi AX, вот, а Wi-Fi новый, который еще не утвердили, а к концу 2020 года будет утверждена спецификация AY, вот, он будет, возможно, поддерживать в 2020-х айфонах. Хотя я не уверен, потому что к тому моменту, когда выходили XS-ки, Wi-Fi 6 стандарт уже был финализирован, вот, но его не включили в iPhone XS. Поэтому мне кажется, что Apple в данном случае тоже не будет торопиться, тем более, что AX роутер, это еще не у всех фирм вышли, особенно доступные варианты. Хотя зачем, ну, как бы здесь о доступных речь не идет, это как bleeding edge, вот, но тем не менее. А если тут еще AY, ну, короче, не знаю, это вряд ли. Хотя здесь в MacRumors'е прям желтым выделен этот пункт, как будто это очень важное что-то, но что-то я не вижу в этом ничего важного. Возможно, как самая желтая новость. Ну, кстати, да. Кстати, может быть именно про то, что это самый большой спекюлейшн, что, возможно, как бы и нет. Поэтому, да. Ну, тут в самом конце, типа, что может быть в индефьючере? Цены? Но цены, на самом деле, нечестно нам ничего не удивляют. Нас как бы по 100 тысяч iPhone стоят, поэтому все нормально. Вот именно. Поэтому тут как бы цены и цены по-лебедичу. Нам бы русские цены здесь. Да хотя нам и на русские цены насрать. Какая-то, что теперь? Что вот как пеплом в голову-то посыпать? Здесь просто указано, что, ну, по слухам, будет 2,12, 5,4 дюйма и 6,1. И 2,12 Pro 6,1 и 6,7. Разумеется, надо брать 6,7, поэтому, ну, какая может речь? Ну, так надо по максимуму. Согласен. По максимуму. Если уже берешь, надо максимум брать. Вот, да. А если нет, то уже SE-шку берешь, 2020-ю за 40 тысяч рублей. Все классно у тебя. Да. Вот. Ну, не будем тут, тут дальше супер слухи о том, что никакого Face ID, никаких Touch ID, что там просто досвидос, что будет там и так далее. Но это нам насрать. Слухи про 2021 год будем обсуждать уже через год, поэтому. А что там, в смысле, там хотят какой-то супер-киберпанк сделать? Потому что я вижу здесь какие-то уже скатывания. Ну, там, как обычно, гнущиеся экраны, это все пока Galaxy Fold, по-моему, не то, чтобы прям сильно продается и сильно кому-то нахрен всрался. Это самсунговский гнущийся телефон. Да, он, по-моему, так и не всрался никому особо. Да, но здесь из слухов, я тебе так скажу, интересно, это то, что в 2021 году ожидают, что от Lightning будут отказываться и будет все беспроводное. И зарядка будет беспроводная, и Connect весь беспроводной и так далее. Вот это да, это интересная тема. Ну, как бы, опять же, ну, посмотрим. Может быть, опять же, в топовых будет, а в нетоповых не будет. Потому что вроде Apple супер прогрессивный и так далее, а потом хоп и новые SE выпускают, которые, в общем-то, как бы, ну, старый телефон. Но мы с тобой это уже обсуждали. Вот, поэтому я не думаю, что они будут какие-то сегменты рынка терять. Может быть, они будут Bleeding Edge какие-то выпускать. Но, в общем, и в целом всегда будет iPhone для бичей. Ну, в скобочках за 40 тысяч рублей. Ну, в скобочках для России просто. Ну, вот, да. Хорошо. Вот, я не знаю, ты еще что-нибудь скажи. Вдруг тебя что-нибудь еще поразило из того, что я сказал. Мне нравится, я еще раз подчеркну, что мне нравится корпус. Мне нравятся вот эти вот бортики, как на iPhone 5 и на iPhone SE. Ну, на iPhone 5 там не было металлического бортика, он был темный, как бы. Но все равно он классный, греет душу. Мне нравится просто сама по себе форма такого телефона. И она какая-то такая приятная в руке, в общем, прикольная. Все, кто любители SE-шек, а таких много, они меня понимают в этом плане. Да, то есть у нас есть такие прям фанаты SE-шек. Что еще? Я жду, когда остальные механические кнопки заменят на сенсорные кнопки. То есть я не понимаю, то есть как кажется, если вы уже давно Home переделали на вообще ни на что, вообще убрали его, то почему вы Power-кнопку не можете сделать хотя бы сенсорной? Чтобы она и не ломалась, и как бы, и вообще не надо было ее как бы физически нажимать. Хрен его знает, может быть это неудобно, типа ты тогда будешь часто на нее нажимать, может быть из-за этого? Не знаю пока. То есть я вообще, почему все еще есть механика вот в этом девайсе уже, который просто из другого века? Хрен его знает. Я знаю механику, я любитель. Да нет, я не против, но просто интересно почему, то есть послушать. Кнопки также механические у них, громкость. Все так же. А лоток вот этот вот? Когда уже сделают e-sim, когда не надо будет, ты просто включил, нажал, я Beeline. Все, у меня на Beeline переключилось. Зачем вообще эти симки нужны? Зачем вообще нужен этот лоток? Это атовизм. Атовизм очень. Ну окей. Мне кажется, что операторы хотят максимально нас к себе привязывать. Если это будет какой-то электронный формат, который нам позволит как-то что-то быстро переключаться, то, ну короче, они просто, мне кажется, не пропустят. Ты же понимаешь, что e-sim есть, просто его в России не пропускают. Есть, я знаю, да. Я как раз по этой причине, по-моему, ее не пропускаю. Ну, вот, короче, в общем, странно. Странно. Все, как обычно, бизнес, бабки. Тормозят технологии. Все по классике. Пишите в комментариях, что по iPhone 12, нравится вам, не нравится. Будете, ждете. Да, кто будете брать? Насколько терабайт будете iPhone? Шкруто iPhone в SE формате, это, по-моему, действительно благо. Пойдем дальше. 5G. The Verge, статья у нас еще 2019 года. Просто немножко приоткроем завесу 5G. Здесь не написано, как работает технология. Да, мы тебе сказали о том, что в 12-м айфонах ожидается 5G. Я говорю, Никита, нам надо каким-то образом сказать нашим зрителям и слушателям, что такое 5G. И самим узнать, наконец-то. Да, 5G, конечно, конечно. Здесь ничего про технологию не написано в этой статье. Здесь написано просто. Почему 5G? Здесь написано про 2019. Я смею предполагать, что 2020 тоже примерно те же самые ответы можно ответить на те же вопросы. Первый вопрос, на который отвечают на The Verge по поводу 5G, это должен ли я покупать телефон с 5G в этом году? И отвечают, вообще нахрен, не должен. Потому что сейчас 5G только в нескольких штатах в Америке. И то в некоторых районах. Ну, сейчас может быть чуть побольше, но тем не менее, все еще это где-то очень далеко. И 5G технологии не используются. Плюс чипы, которые сейчас ставят, они все еще не такие крутые, не отлажены. И, в общем, 5G пока еще не в полной массе заработало. Соответственно, не имеет смысла брать 5G телефона. Это первый вопрос. Второй вопрос. А что вообще по поводу хайпа вокруг 5G? И здесь написано, что в основном вообще-то, если думать плохо, если плохо думать про жизнь, то все весь хайп... То он вызывает коронавирус. Да, весь хайп основан на том, что это просто чисто маркетинг. Чисто маркетологи придумали, как мы еще можем продать свой телефон. А дай 5G. Скажем, что 5G это... Все купят. Потому что реально, ну, все же хотят быстрый интернет, чтобы он быстро прилетал к себе, чтобы не было вообще никаких проблем. Скажем, и все. Это, ну, как бы такая вот именно... Если мы думаем цинично. Если не сильно цинично думать, то, в принципе, 5G это действительно технология, которая может открыть какие-то там небольшие горизонтики для всякого. И действительно побыстрее, и действительно лучше, короче, сильнее, выше. Но ничего такого. Хайп только из-за того, что якобы какие-то там горизонты, но этим очень сильно пользуются маркетологи. Потому что, блин, круто. Ну, круто, надо 5G везде написать. Блин, и вообще... Потому что я уверен, что на многих китайских сейчас девайсах написано 5G, и это просто пук в никуда. То есть это просто надпись. Ты просто обрати внимание, что одно дело пук, а другое дело, что само оборудование 5G-шное, это значит, что на каждую вышку сотовую базовую станцию надо поставить теперь еще 5G-шный там этот распространитель. То есть компаниям типа Huawei, которые занимаются сотовым оборудованием, им тоже выгодно постоянно, чтобы это... Ну, чтобы это происходило, чтобы обновлялось чё-то, потому что они сразу тупо плюс миллиард таких штук продадут, потому что вот да. Ну да, они тоже на этом зарабатывают. То есть это не столько, да, от производителей телефонов, сколько еще и от производителей базовых станций. Заговор. Я согласен. Дальше такие нас не сильно волнующие вопросы, типа там вообще как связано 5G с Apple, Qualcomm, Intel и так далее. И здесь есть некоторые статьи, и неважно там. Опять же, сейчас в 2020 году мы уже примерно понимаем, что 5G это все-таки плохая технология. Да нет. На самом деле 5G это пока не такая распространенная технология. Вот. Тем более вышки уменьшаются. Если вы понимаете о чем я. Вот именно. Короче, поэтому, поэтому пока ждем. Пока ждем. Вот в iPhone искали 5G в 12. Вот сейчас все купят. Америкосы походят. Спасибо за, как говорится, спасибо за бета-тест 5G. А потом нам выкатят нормально уже. Они потестируют, а нам сделают нормально. На прот. Что-то тут еще написано по поводу скандала с Huawei и государства Соединенных Штатов. Мы знаем, он был. И все еще, насколько я знаю, у них проблемы у Huawei. Они не могут в Америке продаваться. Ну, в общем. Короче, у них там так есть эти споры. В целом Huawei, короче, тут прям боятся в статье сказать лишнего, потому что это все-таки The Verge. И прям вот обходят, что ну вроде как бы Huawei там у них все-таки, ну это может быть и даже военный технолог, а может они вот так вот, короче, извиваются по-всякому. Да, это опять же, это они просто хотят, чтобы их продавали, покупали. Это просто они тупо сливают таким образом конкурентов. Поэтому это все. Ну да, это все деньги опять же. Полуотговорки, полу какие-то эти. Согласен. Foxconn-овские заводы. Здесь написано, что типа несколько Foxconn-овских заводов, которые связаны с 5G, прям стоят пустые здания. И вроде как это действительно не слух. Сейчас непонятно, в 2020-м все еще стоят пустые здания. Foxconn-овских вот этих вот фабрик. Но, тем не менее, я примерно понимаю, что опять же, из-за того, что это не так сильно распространено, то такое может быть. Они могли под какие-нибудь темпы... Подожди, а что значит пустые-то стоят? Что не работают еще, пока ничего не производят? Да, то есть там нет никого, типа ничего не делает никто, да. То есть это просто здание, которое есть. Понятно. Да не, ну сейчас да, это же год назад статья вышла. Причем чуть ли не строго год назад, типа 19 мая. Вот. Но думаю, что все-таки эта хрень реальна. Если сейчас посмотреть именно просто новости по 5G, то там регулярно там Китай доложил о том, что еще здесь там миллион вышек поставили, тут миллиард и так далее и тому подобное. Ну и как обычно куча новостей, что а у нас эти частоты там не разрешили использовать, там и вообще и все. Поэтому как нам написал Илюха Смагин, который эту новость нам привнес, что у нас, как обычно, задержка на 5 лет. Ну вот ждем. Ждем задержку. Ну не на 5, не на 5 это он преувеличил, но на сколько-то лет есть задержка, да. Хотя посмотрим. Понимаешь, даже если их и внедрят, то трубки еще люди... Хотя, если китайские, опять же, там все будут с 5G, которые там также 10 тысяч рублей стоят, вот, то может быть, да, у кого-то уже будут к Xiaomi с 5G раньше, чем у вас будет iPhone с 5G. Конечно, конечно. Ну и шестой здесь ответ на вопрос, вообще чисто для американского рынка, здесь спрашивают про AT&T телефоны, которые говорят американцам, вот, типа, чувак, 5GE прям на углу. Значит ли это, что я могу прямо сейчас с 5G выходить со своего AT&T телефона? Здесь отвечают, что вы не можете. Вообще на самом деле это 5GE, это нереальный 5G. Поэтому это пока тоже все фигня. Это, опять же, какие-то маркетологические темы AT&T. Ну, это как у нас сейчас, у Beeline, там вместо Beeline написано «Мирное небо 75». Я, кстати, у меня все еще написано. Вот у меня все еще написано. Хотя уже сегодня не мирное небо. Да не, ну, надеемся все еще мирное. Вот, поэтому, видимо, тут что-то подобное. Там 5GE написано вместо AT&T и все. Ну, видимо. Видимо, да. А теперь от 5G темы перейдем к практически своего рода такой же теме, продолжающей тему. Ну, конечно, конечно. Да, карантин в столетней давности. Что бывает, если внедрить 5G? Во время пандемии испанки. Что бывает на раскрашенных фотографиях? Здесь в статье, слушатели, просто представьте, а лучше зайдите в нашу видео-версию на YouTube, youtube.com.webdesign. Здесь фотографии 18-19 годов из Испании, которые действительно разукрашены, потому что они были все-таки, как вы понимаете, черно-белые. И фотографии сделаны в период как раз пандемии смертоносной версии вируса H1N1, то есть грипп испанка. Я до сих пор не понимаю, как это раскрашивание происходит. Как вообще? Ну, то есть, блин. Не знаю, здесь очень стильно раскрашено, честно тебе скажу. Вот именно, это колдунство. Или это вручную как-то сделано? А если да, то как они знают, какого цвета эта одежда? Ну, короче. Да, очень стильно. И мне кажется, что в таких цветах может быть, но очень киношно. Просто я смотрю, и прям киношно. Слишком. Слишком уж это как-то вкусно. Ну, да, как будто и мейкап делали еще перед этими фото. Ну, хотя, может, и делали. Фотографии были редкостью в те времена. Поэтому, может быть, там марафетили людей. Ну, короче, ладно. Да, смотрим. Кстати, заразив испанка в 2019 году, более 500 миллионов человек, около третьей всего населения Земли на тот момент. Вот. Охренеть. Здесь фотографии. Здесь фотографии. Например, первая фотография – это Лондон, 1919, пара с масками поверх рта. И тут просто чуваки носят марлю реально поверх рта, но на нос всем пофигу. То есть такое чувство, что люди... Это ищет в жизни также. Люди носят на рту, а нос у них открытый. Ну, типа им дышать тяжело. А какой смысл тогда? Да, люди, видимо, такое чувство, что защищают других, а не себя. То есть, по сути, если они будут кашлять, то действительно, может быть, защитит. А если кто-то на них кашляет, им, видимо, плохо будет. А если чихнёт? Чихает через нос? Ну, согласен. И сразу тоже заразит. Поэтому... Немножко странно. Немножко странно. Вот. Кстати говоря, испанка, это не обязательно, что Испания, потому что там была и Франция заражена. Тем более, из Франции как раз и пришло в Испанию вот эта вся тема. Испания не участвовала в Первой мировой, и не было цензуры, и газеты могли свободно сообщать об эффектах пандемии. Такая свобода прессы создала образ, будто в Испании гриб был особенно агрессивным. То есть, они прям писали. То есть, как в Италии, на самом деле. Про Италию мы очень много слышали, что прям у них всё плохо. Хотя сейчас у них уже меньше людей, чем у нас. Вот, короче, заражено. Вообще, конечно, это так тупо сравнивать Италию с нами. У нас на самом деле 144 миллиона, у них там 20. Это понятно. Ну, я ухирую, надо посмотреть, сколько, но тем не менее. Но про них прям гремело. То есть, Италия прям вообще везде была. И прям вот они... И вообще все, кто из Италии приезжали, они как каждый коронавирусный. Короче, вот здесь также испанка. Она, возможно, просто приобрела из-за того, что вот в Испании был прям вот такой хайп. Если можно так назвать. Вот здесь есть ещё, допустим, фотография некой ингаляции. Девушка ингалируется и как бы тем самым, видимо, пытается выздороветь или пытается не заразиться. В общем, вот таким вот девайсом, который на нос накладывается. Дальше очень классный тоже кадр, как чувак в 1920-м в Великобритании. А не, не в Великобритании, это же всё у нас Испания. Просто здесь написано, что рабочие в маске распыляют антибактериальные химикаты на крышу двухъярусного автобуса. Нет, всё равно в Великобритании. Если ты сказал треть всего населения Земли, то, я думаю, до Великобритании тоже долетело. Да, очень классный кадр, как британские солдаты подкуривают у французского около ворот. И здесь как бы это нам изображает... Вообще, это было суперместо, где очень сильно было заражение практически у каждого человека. Эпицентр испанки. И поэтому чуваки тем самым, когда они подкуривают друг от друга, ну, вы понимаете, что процент заразиться стопроцентный, я думаю. Кроме этого, фотка... Что ещё? Чтобы избежать упадка морали из-за гриппа после четырёхлетней кровавой окопной войны, газеты в Европе не передавали реальную ситуацию. В США к пандемии отнеслись серьёзнее, сделав ношение масок обязательным. В 1918-м. Тогда же появились и антимасочные лиги, утверждавшие, что их лишают прав. Фото машинистка в хлопковой маске за работой в Нью-Йорке. Вот две модницы, например, в масках обсуждают последние новости. Здесь тоже у них на носах, между прочим, не надето. Дальше. Кондуктор в Сиэтле, США, отказывается пропускать пассажира без маски. Здесь смешно у мужика, который вместе с тем чуваком, он просто как будто быстренько тряпку накинул на себя, потому что она у него так висит снизу, что, по-моему, они оба не очень-то защищены. У него ещё как будто он трубку курит, и она у него поверх трубки как-то... Ну, короче, смешно. Я не понимаю, как она так держится. Чуваки рофлили, тоже по-всякому, походу, ходили. Полицейские Сиэтла в масках тоже не очень плотно прилегающих, но немножко косо. Хотя у них глаза только торчат, но косовато как-то местами. В Японии, соответственно, как обычно, на Востоке тоже не обошлось без вируса. Вот. Испанка и там тоже была. Допустим, фотки, короче, здесь детей практически как у нас в садике, в киндер клали чеснок, вот так же им тоже клали хрень. Бездомным детям. Не знаю уж, насколько это вообще помогало, мне кажется, не на сколько примерно. Дальше мужчины промывают горло соляным раствором после рабочего дня. Тоже не уверен, что помогало. Но промывают, счастливые достаточно. Возможно, там не только солевой раствор. Там не только солевой, да. Выздоравливающие солдаты вот в лазарете лежат на полтора метра друг от друга, как мы сейчас в очередях стоим. Тоже, в принципе, всё повторяется. Не уверен, правда, что вот в такой жопе вообще, если пройтись, не подхватишь ничего. Но допустим. Хорошо. Что бы ещё тут интересного? Ну давай вот, допустим, вот суды в Сан-Франциско проходили на открытом воздухе. Чуваки реально поставили столы и стоят рядом с памятником, что там думают, что если на открытом воздухе, то никто особо не распространится вирус. Вот. Кондукторы в Нью-Йорке тоже с масками. Тут мне понравился вот этот медицинский совет Нью-Йорка утверждал, что лучше выглядеть глупо в маске, чем лежать в гробу. Вот так вот. Короче, здесь круть. Здесь круть. Фотки такие очень, знаешь, мне напоминают какого-то, я не знаю, действительно, это такая прям как будто это всё как будто Британия, ну, Европа, понятно, того времени, то есть как будто какой-то Шерлок Холмс, вот что-то такое вот. Возможно, даже игра Шерлок Холмс. Много тут, но да. Ну да, да. Короче, круто. Ну как круто. Вообще, дальше в конце обленились красить, как я вижу. Там просто все пирогографии поставят. Там уже просто кидая, да, как есть, ещё давай. Красиво. Тут первый комментарий смешной ещё на шазу. Интересно, тогда люди подозревали, что испанки не существует, и это всё заговоры, чтобы их чипировать. Что-то такое точно было, идиоты, а не в восемнадцатом идиоты. Смешно, короче говоря. Я не знаю, что тебе сказать по этому поводу. Я тоже люблю олдскульные фотографии, и я тоже считаю, что никакой пандемии не существует. У нас просто хотят чипировать, поэтому идём дальше просто и всё. Давай. А кто нас точно уже чипировал? Расскажи. И дальше, да, дальше мы будем рассказывать вам про технологии, которые вам помогут, если вдруг вы захотите кого-то чипировать. Вам нужно это всё хранить на каких-то серверах, вам нужно приложение, которое будет считывать данные с чипов, тоже где-то хостить. Поэтому мы вам предлагаем ознакомиться с суперхостингом Smart Tape. Здесь много разных всяких тарифов есть. Можно использовать безлимитный хостинг 2.0. Это большой шарит-хостинг, на котором вам просто выделяется место. Вы бесконечное количество сайтов туда можете сделать и так далее. Но такое мы рекомендуем использовать только для неважных клиентов, у которых там 100 заходов в месяц, в неделю. И это просто как помойка такая будет. Вполне можно там использовать. Если что-то серьёзнее, лучше всё-таки озаботьтесь покупкой ВПС. ВПС, но сразу скажу, что ВПС это сисадмин-френдли тема. То есть если вы не умеете накатывать на пустые операционки какой-то софт, то там можно, конечно, накатить админку на ВПС. Но это, конечно, уже будет не так продуктивно, как если бы вы там всё сами настроили, всё было бы быстро, классно и здорово. Поэтому, в принципе, мы рекомендуем вам ВПС. Вы же умненькие, раз нас слушаете и смотрите. Вот, хотя бы на SSD-шках. Но если вы зажиточные пацаны, то ВПС-ки на NVMe-шных SSD-шках, которые именно в PCI-Express шину вставляются, это просто топ. Скорость 2000 мегабайт в секунду. Мегабит, простите. Если бы мегабайт... Хотя бы кто там его знает? На 5G мегабайт будет. На 5G гигабайт 2000. Поэтому тут, да. А чтение там и того больше. Вот. Поэтому, в принципе, вы ничего не теряете, особенно учитывая, что можно взять тестовый период 10 дней. Я каждый раз об этом говорю и ещё раз скажу, что за 10 дней можно, в принципе, уже поднять бабла. Можно развернуть свой сервис на хостинге, прогнать какой-то тестовый там... Сейчас же модно, да? Дудь сделал фильм про Кремниевую долину. Просто пичнуть свой проект на бесплатном хостинге с нулевыми затратами. Ну, понятно, ВПО перед этим должны на локалке где-то написать. Но зато потом, пока вы пичите, можете просто на хостинг смарт-тейповский накатить тестово. Если вам дали первый раунд инвестиций, то вы оплачиваете себе хороший NVMe-шный хостинг. А если нет, то вы как бы, ну, извините, не получилось. То есть, и всё, и вы даже и денег не потеряли. Вам только на аренду костюма для того, чтобы пичить, пойти к инвесторам, надо денег потратить. А на всё остальное не надо. Поэтому озаботьтесь этим вопросом. В smarttape.ru ссылка в описании. ewebizzen.ru slash smarttape. Там есть наша реферальная ссылка. Ну, собственно, в описании она тоже реферальная. Вот, поэтому милости просим. Будете нам помогать тем самым, если вдруг по нашей реферальной ссылке пойдёте и закажете. Если вдруг, кстати, вам нужно чисто большое хранилище, много гигабайт, то можете и на HDD себе заказать WPS-ку, если вам не нужна большая скорость, но нужно большой объём, вот, за меньшее количество денег. Например, ваши подкасты хостить. Ну, это не так много нужно скорости для того, чтобы их хостить, поэтому вы можете озаботиться HDD-шками. Это, в принципе, тоже достаточно такое. Имеет, так сказать, место быть для каких-то нужд. Поэтому ewebizzen.ru slash smarttape. Обязательно помогите нам своими, запартнёрившись со smarttape через нас. Это важно. Ты смотри, даже приплёл Дудя. То есть вообще современно у нас получилось. Это точно. К слову о современности. Следующая темка у нас от, не побоюсь этого слова, Ивана Мерзавцева, нашего патрона из патроновского чатика. Вот. А пост на хроме блоге написал Илья Григорьев, веб-перформанс инженер в гугле. Вот. Илья Григорьев, Аполлоник, я помню. Смешно. Илья Григорьев... Григорьев, простите. А он на Туре вместе с... Илья, да, на Туре. Я просто помню, у нас был фейковый аккаунт Илья Григорьев на... Иван, по-моему, он был. А, Иван, да. Блин, почти. Не помню, Григорьев или нет, но неважно, когда был, был. Вот. Короче говоря, Илья Григорьев сотоварищи разработали веб-вайт, точнее, Web Vitals. Новая программа. Vitals это, соответственно... Как же расшифровывается-то? Ну, короче, важности. Типа важные фичи. Web Vitals это метрики. Метрики для оценки производительности сайтов, которые, соответственно, на самом деле влияют. То есть, то, что мы привыкли прогонять в PageSpeed Insights, он нам выкатывает по конкретным пунктам. Типа оптимизация CSS, оптимизация JS, сколько весит там первый кусочек, там, ну, короче, вот это все. Это много метрик, и они не все понятны обычным юзерам. Ну, то есть, когда ты просто там вы хозяин сайта, и решил проверить, быстро у тебя сайт или нет, ты открываешь полный отчет, и ты в нем нихрена не понимаешь. Вот Web Vitals, который вот выйдет, это три метрики, которые понятны вообще всем, даже бабки моей. Первое, это Largest Contentful Paint, это сколько секунд занимает самый большой этот, ну, короче, когда Main Content уже показан, мы его видно, вот сколько секунд проходит до этого момента. Очень прозрачная метрика, но, типа, ты увидел, когда уже пост какой-нибудь, все, значит, прошло время. И по Гуглу до двух с половиной секунд это прям good. Я бы, конечно, сказал, что до одной секунды это good, но это, видимо, very good. Вот, а так до двух с половиной секунды good. Потом второе, это FID, First Input Delay, это задержка, когда у тебя грузится страница, и ты по ней можешь кликать. То есть, даже если ты еще не весь контент увидел, ты уже можешь скролить и кликать, потому что, ну, бывают такие сайты, на которых блочится input юзерский. Ты не можешь ничего выделять, пока у тебя там preloader крутится или что-то еще. Так вот, до 100 миллисекунд это good. А если у тебя заблоченный юзер-инпут, и юзер думает, что сайт завис, и там начинает обновлять страницу или что-то еще, то это полное говно. Интерактивность, короче говоря. CLS, cumulative layout shift, это то, насколько дергается экран в тот момент, пока подгружается контент. Здесь какие-то непонятные единицы. Good до 0.1. Что такое 0.1? Непонятно. Amount of unexpected layout shift. Количество неожиданных смещений верстки, грубо говоря. Не знаю, в чем они это меряют, в миллиметрах. Но, короче говоря, суть в том, что это третья метрика, визуальная стабильность она называется. Вот. Что такое эти три метрики? Ну, то есть, Google сказал, что будем измерять вот это. Как измерять? Вот, собственно, это они подготовили. В данный момент это API для разработчиков. То есть, если ты разработчик какого-нибудь плагина для Chrome, и хочешь, чтобы твой плагин установили, и у тебя типа плагин называется «Меряем производительность сайта». Вот. И вместо того, чтобы придумывать собственные какие-то алгоритмы, ты просто берешь и на гугловскую API посылаешь запросы. Ну, то есть, там нужный JavaScript пишешь. Вот. И у тебя приложение показывает либо зелененькую кнопочку, либо желтенькую, либо красную. Если ты жмешь подробнее, он тебе показывает три вот этих вот цифры. Вот. То есть, на данный момент Google выпустил API для разработчиков, чтобы юзать эти три метрики и как бы более стандартизировать то, как мы оцениваем производительность сайтов. Вот. Ну, если вдруг вы хотите дождаться, пока они к себе это в PageSpeed Insights вкатят, то спешу вам сказать, что soon. Типа, вскоре они это и в своем софте будут использовать, но пока что только API-шку сделали. Хотя вот этот вот FID, First Input Delay, он уже галочка стоит, то есть, уже делается. Вот. Они предлагают Chrome User Experience Report, еще такую методологию, такую технологию используют. Но опять же, это всего лишь, сейчас скажу точно, это библиотека или нет. Сейчас смотрю. Google Cloud Project у тебя должен быть. Короче говоря, ты, если ты супергугловский чувак, то ты сможешь именно за хостину гугловскую вот этот вот, еще раз скажу, как это называется, Google Chrome User Experience Report. Если у тебя есть Google Cloud Project, то ты туда подключаешь, видимо, сайтецкий, и он там, ну, как бы, собирает эти данные, тебе их потом показывает. В PageSpeed Insights появится чуть позже. Вот. Почему-то Иван Мерзавцев хотел сильно, чтобы мы это обсудили. Я не знаю, может быть, он является разработчиком браузерных расширений, или как бы он уже пишет свою вот эту вот тулзу, которая показывает либо зелененькую, либо желтенькую, либо красненькую. Вот. А может быть, просто он, как бы, ему в кайф, что какой-то хайп сейчас у Google идет. Ну, понятно, почему у Google идет хайп. Они сделали API-шку, они хотят, чтобы ее много людей использовал, чтобы, опять же, Google эту инфу как-нибудь через себя пропуская, тоже там складировал, понимал, обрабатывал, продавал там и так далее. Поэтому вот как-то так. Не знаю, что еще здесь сказать. Круто, по-твоему, что будут юзерфрендли метрики или насрать. Вроде прикольно, вроде прикольно, но это опять что-то Google под себя там это делает. И потом еще будет на фоне этого говорить, а вот у этих все плохо, у этих хорошо, у этих мы пессимизируем, этих мы там... Вот да, не ровен час, они начнут уже именно по этим метрикам ориентироваться и тоже выдачу своих сайтов в поисковике непосредственно корректировать или там даже прям показывать. А это сайт говно. Да. На основе наших там метрик и так далее. То есть корпорация зла полная. Я подозреваю, что могут. Подозреваю, что могут. Посмотрим, как будут развиваться события. Вновь покажет время. А мы пойдем к CSS функциям. Ёпта. Complete Guide to CSS Functions. Непонятно, кто написал. Неужели сам? Неужели сам? Господин... Господин... Господин Крис Коэрр. Ну да. Тут вот именно статьи из раздела Guides. У них нету авторов, но я больше чем уверен, что, наверное, он их может и пишет. Хотя, кто его знает. Ну вот. Нам пояснение сначала в этой статье, что вообще-то CSS это практически такой же, как язык программирования, как остальные. И у него тоже есть функции. Вообще, что такое функции, нам рассказывают? Например, в джаваскрипте. Пишешь function sayWoof и в кудрявых скобочках console.log woof и в консольке будет выгодиться woof, соответственно, в браузере. И вот эта функция. Чем она крута, функция? Вообще, чем она функция? Тем, что ее можно вызывать. Везде пишешь sayWoof и вызывается конкретно эта функция. Функции могут иметь какие-то аргументы, например. Можно написать, как здесь во втором примере в джаваскрипте count docs и amount. И потом amount разный кастомить, подставлять свой amount и будет, соответственно, выводиться в консоль логи свое что-то в зависимости от того, что написано. В общем, функция-то круто. Это как бы такая штука, которую все используют. В принципе, наверное, ни для кого не секрет, что такое функция. Вот в CSS, говорят нам, функции тоже есть, просто их нельзя самому писать. Давайте откроем справа вот этот вот первый, допустим, под спойлером, под катом. Нам здесь объясняют, что такое функция в CSS. Оказывается, функция-это вот это вот хреновина, то, что написано до скобочек. То есть, у тебя есть некое свойство background image, у него есть функция URL и аргумент в этой функции. То есть, собственно, ссылка на URL. Так вот, короче говоря, функция это вот эта вот штука, вот эта вот, как бы, как сказать, в общем, то, что описывает, что должно происходить. То есть, допустим, URL отсюда. Допустим, в следующем примере вот здесь написано filter двоеточие drop shadow. Drop shadow будет функцией, соответственно. Поэтому в CSS их нельзя изменять, мы не можем сами написать какую-то, то есть, для нас уже есть выверенные функции, которые поддерживают браузеры. И здесь они перечислены. Здесь они перечислены. Вот есть, например, какие-нибудь интересные, давай посмотрим. Ну, common CSS functions здесь URL author calc calc lang вот всякие такие вещи. Псевдокласс двоеточие нот вот, например, давай какие-нибудь интересные посмотрим, раз мы уже поняли, что такое функции. Допустим, color functions например, RGB и RGBA это тоже функции. Тоже, почему нет? HSL и HSLA бот. Какие еще? Animation functions например. Кубик безеер. Почему нет? Path очень известный всем, кстати говоря. Тебе, Саня, мне кажется, Path должен сильно быть известен. Как человеку, который про SVG записывал ролики, когда еще про SVG никто не слышал в мире. Как про 5G, например. Да, да, в принципе, Path ring the bell полный. Ну да. И ты не зря сделал аналогию с SVG, потому что тот аргумент, который он в общем принимает, это валидный SVG pass. Поэтому да. Ну вот. Короче говоря, функции, как оказалось, есть. Мы не будем всех их перечислять, можете посмотреть в гайде, на то он и гайд. можно сюда обращаться. Это прикольно. Так осознавать CSS, это какой-то новый уровень, мне кажется. То есть ты действительно понимаешь уже, что это какое-то такое программирование. Обычно, когда ты CSS пишешь, наверное, ты все еще такой, ну типа, ну да, я тут блоки двигаю. Вот. А если так посмотреть на это, то это уже действительно программирование, мать его, гребанное. Чтобы еще такое добавить к этому, ко всему. здесь есть заключительный абзац у Криса Куэра в гайде в этом. Почему так много? Ну и здесь просто описывается, что почему так много функций? Ну потому что мы же типа не можем их сами описывать. И как бы вот то, что нам предоставили, то с помощью чего мы можем работать. Поэтому их вот так дохрена разных. Вообще я помню, если мы говорим про Animation Functions, вот этот степс, когда я первый раз про него узнал, вот, я именно играл с спрайтовыми анимациями, где бегают чувачки. Так, ее как раз можно реализовать именно с помощью степсов, потому что ты знаешь, что у тебя спрайт, PNG-шный, например, да, не обязательно он SVG-шный, хотя, ну да, да, ты просто бэкграунд позишн сдвигаешь и ты указываешь степс типа там 8, и он сдвигает вот эту штуку, как бы, ну грубо говоря, у тебя картинка длинная, длинная такая лента, на которой шаги расписаны, гиги за шаги, вот, и там именно, вспомнил, как нам это задонатили на стриме, вот, там именно у тебя 8, грубо говоря, пунктов, и ты когда делаешь просто сдвинуть на там на 20 пикселей, оно по умолчанию плавно двигает, и у тебя получается, что нету анимации шагов, а у тебя все-таки ты видишь, что у тебя просто тупо лента из кадров двигается, вот, а когда ты прописываешь именно степс, и в скобочках степсов ты указываешь сколько, собственно, шагов, вот, то он именно рвано это показывает, и я так в тот момент я реально охренел, это достаточно неочевидный бред, это в малом количестве гайдов такое указано, вот, но вообще, да, это круто, я призываю наших зрителей и слушателей написать, какие именно функции они используют из здесь, здесь упомянутых, вот, вообще, опять же, то, что нам сказали, я чуть-чуть буквально вклинюсь, например, вот эти вот синтаксис var, здесь css переменные, выглядит как будто это тоже функция, потому что тоже, ну, написано, я вот пытаюсь ее сейчас найти здесь, в перечне, так сказать, всех этих, все каты, короче говоря, пытаюсь открыть, ну, вообще, да, это самый, ну, это третий пункт, css custom properties, да, это тоже функция, я правильно угадал, вот, поэтому, я думаю, многие сейчас вот это укажут, я все чаще и чаще, когда открываю инструменты разработчика, вижу, как люди на сайтах используют вот эти css custom properties, css переменные, нативные, мне они до сих пор не нравятся, я ничего не могу с собой поделать, мне препроцессоры больше нравятся, чем эта хрень, хотя, опять же, мы обсуждали, чем они лучше, эти css переменные, если ты их просто напишешь, то ты javascriptом можешь реально менять, и у тебя перекрашивается темка, ну, типа, у тебя есть две темки, темная и светлая, и у тебя в css переменных указано, есть dark, есть light, и ты можешь javascriptом dark сменить на light, и у тебя прям в прямом эфире сменится здесь интерфейс, прям, ну, как бы все, если от этих переменных зависит, а с css, ну, как бы с сасовскими переменными, ты так не сможешь сделать, тебе их все равно все нужно заранее прописать, и javascriptом, например, класс менять, ну, типа, у бодика класс тема, и там, типа, theme dark, или theme light, только тогда ты сможешь этого добиться, но ты динамически новую темку сгенерировать не сможешь вообще, а с css, с ними нативными переменными сможешь, поэтому тут, конечно, я понимаю, чем их можно больше использовать, но вот, если бы я сам отвечал на свой вопрос, какие бы css функции я использую, какие нет, я бы сказал, что css custom properties я не использую, но, в принципе, поглядываю в их сторону, вот, sorry, лишь вклинился. Отлично, это отличное дополнение, мне кажется. Хорошо, но, просто, понимаешь, это все сейчас выглядит, вот, я сейчас такое чувство, что это просто темка, написано, чтобы просто обозвать что-то функциями, на самом деле, типа, ну, это и так все знали. Это темка, это просто гайд, то есть, guidance is a strict, это такая хрень, как референс, к которой ты постоянно возвращаешься, чтобы, ну, не документацию гуглить, а просто на CSS Strixie посмотреть гайд, то есть, они трафик к себе нагоняют, здесь, обратите внимание, есть рекламные баннеры, и сразу сверху, и снизу, и везде, как бы, то есть, они, ну, они по понятным причинам это делают, ну, в общем, я даже и не против, прикольно, когда в одном месте все есть, и да. Ну, изначально вообще только на CSS Strixie все и было, когда еще мы гуглили. были времена, когда проще было на CSS Strixie посмотреть, я даже не гуглил, а я именно жал CSS Strixie, и там поиском на сайте уже использовал, и как бы смотрел, и в общем, и в целом, это такой некий гарант качества, поэтому мы здесь просто рассказали о том, что вы-то и не знали, а в браузерной имплементации многие из этих вещей, это реальные функции. Окей, пойдем дальше. У нас небольшое объявление про Patreon. Давай. У нас есть Patreon, patreon.com.com.au веб-дизайн, платформа, где вы можете нас поддерживать, где нас поддерживают уже больше 60, около 70 человек в месяц. Чуваки нам доверяют, и знают, что мы делаем постоянно, регулярно, может быть, иногда задерживаемся, но тем не менее, выпускаем сквозь вот это вот все, вот это вот все, пробираемся, и выкладываем, и при шоу, выпуски, которые может послушать любой, кто занес, от доллара на patreon.com.au и в общем, и готовим всякие разные прикольчики, там, начиная от масок и заканчивая, там, мало ли, что у нас дальше еще будет, вы не представляете, что еще будет. А про маски мы рассказывали в тот раз? Я уже не помню, если честно. Мы что-то типа забили, потому что все равно подкаст выйдет через 100 миллионов лет, и, по-моему, забили. Вот. Ну, вообще, если вдруг этот подкаст еще в мае выйдет, то за поддержку нас в мае мы раздаем маски пятидолларовым и выше патронам, поэтому можете спешить. Да. Поэтому euvdesign.ru, точнее, patreon.com slash euvdesign заходите, подписывайтесь, смотрите, изучайте, там прикольно. Окей, пойдем. Интересная темка для меня. которую ты сейчас расскажешь. Да уж. Короче, мы уже, я не помню, мы в пришел или в подка... Да, в подкасте. Или нет. Или да. Или нет. Мы уже вспомнили этот фильм Дудя сегодня с тобой. Только что вспомнили. или не в подкасте, я уже и не вспомню. Подкасте. Подкасте. Мы только что вспоминали, ты это со смартей посвязывал. Во, точно. Эх, деменция. Так вот, недавно вышел фильм Юрия Дудя о кремниевой долине. Пишет сам пашу. Посмотрел? Никита не посмотрел. Как? Я посмотрел тоже. А, точно. Ты же посмотрел. Деменции. Да так вот. Подожди, Санек тоже смотрел? Или он не досмотрел? Он наблевал? Два из десяти. Так, у него классно наоборот. А не, у него не классно. У него... Не, я не помню, короче. Я тоже не помню. Он как-то на перемотке, что ли, я не знаю. Что-то, короче, вроде что-то было, но я не помню, что было, да и насрать. Господи, ну смотрел и смотрел, или не смотрел, или не смотрел, по Лебедичу. Так вот, и много у кого бомбанула жопа, много кто решил подмазаться и записал там ролик, типа, ааа, да, у нас тоже классно, там, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А вот. А Дурыч, Дурыч, собственно, мы смотрим пост на телеграфии Дурова. Кстати, ты-то и не знал, наверное, а есть домен не telegra.ph, а te.legra.ph, и вот он из России открывается. А это полное зеркало. там же много таких зеркал. Согласен. Как стал, т.е. стал, короче, ты понял? Угу. Ну так вот. И, короче говоря, Дурыч, он написал, что, блин, я, говорит, все, конечно, всем классно, но я, говорит, поспорю немножечко с Дудем и с его героями, с героями этого фильма. Во-первых, говорит, я многих знаю лично, и они немного другие мне вещи говорили, чем то, что они говорили на камеру. Вот. И это, говорит, как бы, ну, ладно, пусть. Будем, говорит, надеяться, ну, будем думать, что просто они ассимилировались с Америкой, и они очень по-американски обходят острые углы и концентрируются на позитивных сторонах. Как минимум, чтобы еще и самим не расстраиваться. Ну, то есть, вот приехал к тебе чувак снимать фильм о том, что ты там переехал, устроился, а ты ему такой, слушай, вообще-то говена здесь все. Как-то вот, что-то я уже жалею об этом, обо всем. То есть, ну, это такое сложно признать. Если бы реально кто-то из них такое сказал, то, во-первых, его бы дуть вырезал, а во-вторых, его самому, вот, зарезал бы его, как неверно. А во-вторых, я бы мысленно респектнул, потому что это надо иметь письку, чтобы в фильме, где все вас хваляют, сказать, что вот я считаю, что это была ошибка и как бы зря и вообще. Ну, неважно. В общем, дуроч сам. Мне кажется, просто там были такие чуваки показаны, которые ошибкой не считают 100%. Ну, естественно, да, да. И тут вопрос. Ну, хотя, видишь, опять же, дуроч сказал, что кого-то знает лично и да. Ну, хорошо, давай. Вот. Короче говоря, дуроч и сам в Америке наверняка был ни один, ни два, ни три раза. Вот. И он может, так сказать, не понаслышке о некоторых вещах рассказать. Первое. Полицейское государство. Причины не переезжать в Кремниевую долину. Дуроч считает, что есть и покруче места для бизнеса и тем более для IT-бизнеса. Вот. Это я вам ТЛДРочку сказал, а в общем и в целом, конечно, да. Первое. Полицейское государство. Несмотря на имидж страны свободы, США жесткое полицейское государство, которое является лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах. Мне нравится, что Дуроч прикладывает линки. Это прикольно. Вот. Но, да, никто, в общем, наверное, не спорил, что США лидер по количеству людей, которые сидят в тюрьмах. Во-первых, у них тупо много тюрем, во-вторых, у них тупо много людей. Вот. А мне кажется, тот же Китай, он просто тут такую статистику тупо не дает, сколько у них там в тюрьмах сидят. Или у них там тупо шлепают сразу в затылок, и как бы даже и в тюрьму не спорят. Ладно, мне въезд в Китай теперь запрещен. Въезд. Въезд только что заблокировали тебя. Ну, так вот. Ну, и, короче говоря, он тоже пишет, что он, и он, и телега столкнулись с давлением ФБР, когда ездили в Сан-Франциско в 16-м году. Видимо, они думали, где, так сказать, твою штаб-квартиру устраивать. Приехали посмотреть, что в США, и им сразу заинтересовались, начали говорить, типа, вот там, ну, чё, чуваки, может, всё-таки поделитесь ключами по этим, по другому агентству, по другой службе безопасности. Ладно. Второе, недоступное здравоохранение. Ну, это, опять же, это видно было, по-моему, даже в фильме Дудя кто-то сказал, что он ездит лечиться в США, ну, в Россию, обратно. Типа, заодно родню повидают, типа такого. То есть, здесь, как бы, консенсус. Все говорят о том, что там недоступное здравоохранение, это достаточно сложно, как бы, и да, достаточно дорого. А если даже и недорого, то, опять же, Лебедич говорил, например, что очереди в Америке и побольше, чем у нас бывают. То есть, как бы, то, что ты час где-то сидел, ждал своей очереди, это ноль. И, в общем, и в целом, не является это какой-то там невидалью. Третья, ограниченность культурной жизни, вот, ну, тут, как сказать, он просто пишет о том, что ближайший город от Сан-Франциско тоже далеко не мегаполис. Интересно, какие у него категории мегаполисов в таком случае? Ну, видимо, не в Нью-Йорке. В Сан-Франциско есть плюс-минус вообще всё. Да, он в каких-нибудь Дубаях живёт, у него уже вообще другие. Он живёт в Дубаях, но какая разница, чего есть в Дубаях, чего нет в Сан-Франциско. Ну, реально. Возможно, всё, я не знаю, мне кажется, в Дубаях уже просто летают, автомобили летающие. Сан-Франциско всё... Я уверен, что Сан-Франциско, кстати говоря, это наоборот, это такая, ну... Это не сильно мегаполис. То есть, это, короче, более скорее деревенская тема, чем... Я не сравниваю с Нью-Йорком 100%. Ну, может быть, может быть. Но просто мне кажется, что это блин, это же Сан-Франциско. Ты вспомнил Сан-Фьерро, где надо ездить на этих... на трамвайчиках по горам, по таким вот. Блин, ну хрен он знает. Ну, давай так, кинотеатры точно есть, концертные площадки точно есть, просто театры тоже есть. Я не очень понимаю. Я не знаю, что ему нужно просто, самое главное. То есть, ему что-то конкретное, видимо, нужно. Ну, он здесь пишет, что много бездомности, большой уровень преступности. Мне кажется, что в Нью-Йорке, да, вот именно. Поэтому, парадоксально, Сан-Франциско единственное место за всю историю моих путешествий, где на меня было совершено нападение днем в центре города. Это тоже как бы, он в Челябинске в центре города, просто днем не ходил, поэтому... Ладно, не знаю. Четвертое. Посредственное среднее образование. Я бы это и с высшим тоже сказал, потому что то высшее образование, которое у них... Я, по-моему, у себя на канале Эхо Веб Сани писал, да, свое мнение про Дудя. Ну да, я точно не про Дудя, а про его фильм Дудь Крутой. Вот. А про его фильм, вот этот, и про то, что образование, и то, что там питчинг, уже с детства дети практикуют, а реальных знаний как бы у них не очень, а только знания, как по ушам ездить и лапшу вешать на эти уши. Вот. Тут как бы, тут да. Ну, он здесь пишет о том, что там все победители всяких чемпионатов это этнические китайцы, которые переехали в США, там бла-бла-бла, математика не очень. Ну, это и так понятно. Образование в Америке, оно как бы типа престижное, но оно супер узкоспециализированное. То есть, если бы было где-то специальность, которая только учит поднимать сено на вилы, то в США бы, наверное, этому научили лучше всего, но кроме этого не научили бы ничего. Говно на лопате ты бы уже поднять не смог, только вот сено на вилы. Поэтому тут как бы я вот такую специализацию не очень люблю. Ну да, если да, чуть-чуть остановиться, то на самом деле у нас в России пытаются всякими разными программами скорректировать возможно в плохом, в плохое русло наше образование, то есть у нас образование очень в широком понимании, там, возьми любой предмет и вообще предметы возьми как таковые, математику, физику, химию, биологию, все вот это, это достаточно широкий спектр знаний, причем таких базовых, и под это невозможно что-то подогнать, то есть эти предметы они как бы не прилагательны к жизни, но тем не менее если ты узнаешь эти предметы, ты сможешь логически применять их в жизни именно уже, то есть они вроде не говорят ничего о жизни конкретно математика, да, но зная ее ты сможешь посчитать что угодно, условно говоря, вот, я предполагаю, что, ну у нас тоже так стремятся и я знаю, что и учебники уже любят делать вот, которые с другими программами практически по американской системе, где какие-то типа прилагательные, типа, ну, как сказать, приложения к чему-то, то есть ты вроде сразу учишься на какую-то специализацию практически, уже мелкий чувак. Ой, да это жесть, вообще, наше образование это тоже такое говно, что просто вот нынешнее, что аж грустно. Поэтому, да, вот мне наоборот грустно от того, что перенимают американскую систему, и так, конечно, удобнее, людям, и причем всем людям удобнее, и в том числе тем, кто пытается сделать из людей других людей, так скажем, то есть мы тут как бы не будем конспирологические теории строить, но как мне кажется, что если человек широкий спектр знаний имеет, как это было там, когда мы учились, и еще раньше, там, то он может себе позволить и выбрать сферу, в которой он может заниматься, и может шире смотреть на все, ну в общем, короче, это отдельная тема для разговора, вот, но, к сожалению, у нас тоже все-таки вот среднее образование посредственно, оно вот к этому идет все, вот к этому. Да, к сожалению, это так, и мне грустно, мне тоже полностью грустно от того, что у нас к этому идет образование, я считаю, что это, мы просрем, и у нас будет, только у нас других плюсов в США нет, здесь мы сейчас о минусах говорим, точнее, не мы, а дурочи, вот, поэтому, ладно, высокие налоги, это тоже и так понятно, что в США гигантские налоги, вот, и, ну здесь опять же, дуроч пишет, а в восточной Европе прямые налоги ниже, и в странах ОАЭ вообще равны нулю, блин, а в западной Европе такие же, как в США, но про нее он тоже что-то не сказал, поэтому, не, ну это значит, он намекает, что надо в восточной Европе жить, ну, так, кто-то и так уже сейчас живет в восточной Европе, мы практически с тобой в восточной Европе живем, но мы уже, наверное, в Азии, я не помню, где у нас там стол, по-моему, мы уже в Азии, у нас тут на туре практически равны нулю налоги, так что да, бывает такое, согласен, ну, в общем, вот, это был пятый пункт, но здесь он еще пишет о том, что именно в США, если ты получил гражданство, то ты всегда платишь подоходный налог, даже если ты поехал, покинул страну, ну да, экспант, вот, да, я не знаю, насколько ты, если, я просто знаю про Норвегию, что в общем и в целом, когда ты выезжаешь из Норвегии, если ты был налоговым резидентом, то ты еще год платишь налоги, за доход в России, но в Норвегию платишь, то есть это именно, так сказать, тебе дебаф такой, покинул Норвегию, ах ты падла, еще год будешь платить у нас налоги, за то, что ты у нас здесь жил, и классно там, не тужил, и вообще, поэтому, поэтому. Ну да, в Америке тоже такое есть, но мне кажется, там не покидают, точнее, гражданство не лишаются, скажем так. А так это еще, если ты не гражданин, если просто ты там был устроен, я не знаю, по какому-нибудь виду на жительство, это просто тупо ты там был, платил там налоги, ты официально работал там, на этой территории. Ну блин, у нас бы никто не стал платить, просто и все, уехал, уехал, пошли в жопу, казалось. Ну закрыли мне границы, и все равно пошли. Ну да, зато потом бы ты не ворвался бы туда-обратно. Ну сложно, наверное, уже и насрать, если ты уже покинул Норвегию, то уже как бы и все. Ну да. Ну, что я могу сказать? Вот такие дела. Хорошо. Дороговизна разработки, это не только разработки, просто дороговизна работы в Америке. Даже если ты откроешь бизнес по сантехническим услугам, как мы знаем опять же из фильма Дудя, то скорее всего зарплаты ты своим сантехникам, которые на тебя работают, будешь платить больше, чем если ты этот бизнес сделаешь в Мексике через 100 километров от Сан-Франциско. Поэтому, наверное, это вопрос не только дороговизны разработки, а в принципе дороговизны труда в Америке. Хотя вот мы с тобой там работали не сильно разработчиками, и нам не сильно много платили. поэтому, как бы тут... Возможно, нам не сильно много платили, потому что с нас еще там отщелкивали там. Хотя мы, знаешь, мы, видишь, мы типа, мы статусные чуваки, то есть, то, что наша компания, когда мы работали в Америке, позволяла себе принимать чуваков, которые приехали в work and travel, короче, они, наверное, возможно, с нас вообще ноль платили налогов, и нам еще ноль платили. Но не ноль! Тогда-то нам хватало вообще на все, вообще на все, что можно. Ну, опять же, мы жили, блин, в пятером в однокомнатном говне, причем без отдельного там душа, туалета и кухни и вообще. То есть, понятно, что нам хватало, но, наверное, сейчас там, так сказать, с семьей нет. это понятно. Ну, ты бы сейчас и толчки бы не стал мыть там. Да, хрен его знает. Может, и стал бы. Я без шуток. Ну, то есть, если надо было бы мыть, я бы и мыл. Дома же я мою толчок. Это да. Кому-то ж надо его мыть, поэтому. Вот именно. Кто-то же должен это делать. Вот именно. Это главная проблема коммунизма. Вроде все общее, но кто-то должен мыть толчок. Поэтому. Ладно. Седьмое. Слабые перспективы рынка в 21 веке. Это, опять же, не только касается айтишных компаний, это касается, в принципе, наверное, рынка в Америке. Если сейчас там вдруг внезапно недвижимостью заняться, я думаю, тоже очень сложно будет туда залезть. И те компании, которые уже крупные, причем, ну, крупные-крупные, которые уже там поглотили других и так далее, у них, в общем и в целом, хорошие, так сказать, перспективы. А вот так, чтобы с нуля зайти сейчас и заняться застройкой, девелоперством, наверное, уже будет крайне тяжело. Поэтому здесь, опять же, слабые перспективы рынка, это да. Я сейчас бы на полном серьезе залезть в американский рынок, что-то делать, это, конечно, интересный экспириенс. Ну, ну вот, такие дела. это дуроч. Он, причем, об этом написал еще до того, как его прокатили с тоном. Он, наверное, уже, в общем, понимал, что это случится, потому что, ну, ну, это, там, неделю назад, да, он написал, типа, хотя, 7 мая, ну, да, да, почти 6 дней назад. Он, наверное, уже знал о том, что случится сегодня, подозревал, по крайней мере. Поэтому здесь, наверное, есть какой-то просто, ну, момент обиды на Америку, но, с другой стороны, все пункты, я бы сказал, более чем адекватные, поэтому обида обидой, а, ну, это, в общем, недалеко от истины. Ну, да. Ну, что я могу сказать тебе по такому? Ну-ка. Туда можно было бы съездить в туристических целях, но я бы жить не стал переезжать туда, потому что, во-первых, вот эти все минусы, во-вторых, ну, это просто, как бы, короче, ты столько, это так же, как, типа, я не знаю, переехать, вот, типа, как ты, когда ты переезжаешь из регионов в Москву, ты начинаешь в своей разнице получать столько же, сколько ты получал в регионе, потому что у тебя начинаются траты, там, на то, на сё, на снимание жилья, на какие-то ещё вещи, вот, и от твоей зарплаты это всё, естественно, отнимается, и получается, что, как бы, ты вроде получаешь примерно... Ну, и что ты потенциально зато можешь сходить на Red Hot Chili Peppers и не ехать куда-то там и за полгода авиабилеты покупать или что-то ещё, а просто сходить, на метро съездить. Согласен, с одной стороны, да, с другой стороны, но если так сильно горит, если так сильно горит, то да, но вообще, возможно, даже прикольнее собраться и поехать в, там, отпуск на какой-нибудь концерт, чем, типа, на метро приезжать туда, при том, что ты, Больше цены не будешь, я понимаю, о чём ты, конечно. Ну, да, то есть, так ты в Муравейнике живёшь и такой, нихрена, поехал, короче, на концерт, не знаю, короче, не мой, не совсем мой кайф, я не скажу, тем более, а ещё и в Кремниевую долину уехать, это уже совсем, то есть, это настолько оторваться от того, где ты растёшь, от того, где ты рос, то есть, вообще уж так далеко уехать, это реально, то есть, прям вообще другая планета, там, что-то Кремниевая долина, кто там, что там, где ты там, как ты там вообще, куда ты там, кому ты там, ну, то есть, это, конечно, отдельная тема. Ну, смотри, ещё есть момент, я, например, вот, будучи любителем ремонтов, да, коим я теперь являюсь, в Америке практически каждое дерьмо, которое ты строишь, и просто тупо оштукатуриваешь стены, ну, ладно, я не буду врать про Америку, в Англии, у меня там сейчас брат живёт, надо каждое дерьмо в управляющей компании утверждать, чтобы тебе разрешили. При этом каждое утверждение, во-первых, а, стоит бабла, во-вторых, чем более изощрённое дерьмо ты придумал, тем большего бабла это стоит, потому что, ну, типа, чтобы утвердить, должен прийти квалифицированный специалист. Специалистов, которые разбираются просто в интерьерных или фасадных красках, их до хрена, специалистов, которые разбираются в классной декоративной штукатурге, да, которую можно сделать, их в 100 раз меньше, они дороже, и ты, грубо говоря, ты, по идее, ты делаешь у себя в доме, ты можешь тут хоть насрать на середине дома, как бы, и тебе никто ничего не должен сделать, но вот в Англии ты должен это утверждать. Мне кажется, кажется, что в Америке тоже примерно так, и кроме того, что примерно так, ты ещё и там все, стройматериалы очень дорогие, то есть там принято строить из сэндвич-панелей дома, не потому что, там, мой дед ещё строил, там, а потому что, если ты реально просто, чуваки, я хочу из кирпича дом, тебе просто скажут, ну, с тебя 18 миллионов долларов США, потому что тебе надо три поддона кирпича, а три поддона кирпича, это больше, чем 100 миллионов акций Теслы, там, и так далее. Ну, то есть, я утрирую, как бы, вот именно, но, типа, это стопудово там очень дорого будет, и вот мы, когда читали с тобой, да, сказки про три поросёнка, мы, я так говорю, как будто мы с тобой вместе сидели и читали, и про то, что там волк дул и сдувал дома, это, в общем, недалеко от истины, потому что там только Наф-Наф, или кто там, Наф-Наф же самый крутой из них, матёрый, который из кирпича себе построил дом. Третий чувак построил из кирпича. Вот, и он-то именно просто досвидос богатей, потому что ты попробуй ещё из кирпича построй, потому что для нас, типа, дом из кирпича лол, все дома из кирпича, а чё не из бетона, бетонный бы вообще хрен он сдул, бетонный в Америке, наверное, только атомные реакторы построены, и всё, больше ничего, и военные базы, больше там ничего из бетона не делали, поэтому тут как бы, ну. Ну да, но у них ещё и условия, то есть, как бы, вроде как тебе и не надо, ты вроде как можешь уже жить в панели. Скажи людям из Орегона, которые около Канады находятся, в полосе посевернее, чем Челябинск. Там да, там хреновато, да. Вот, поэтому, а это ещё учитывая, что у них нет централизованного отопления, опять же, тебе надо баллон в подвале иметь, и фундаментов там тоже толком нет, как мы знаем по Брейкин Бэду, где Уолтер Уайт чинил пол, и там у него просто реально доски, а под досками тупо яма там 20 метров в глубину, и там нет ничего, там эти доски, они тупо на каких-то там подпорочках сделаны, и всё, то есть там, ну, строительство, так себе я тебе скажу, вот, и опять же, а если я хочу именно квартиру, и хочу квартиру в центре, всё, это если у меня отец не Трамп, я не смогу себе купить квартиру в центре, ну, то есть, всякие такие мещанские штуки, которые в России, в принципе, ещё хоть как-то возможны, там это плюс-минус невозможно, в принципе, даже если ты дуроч, ну, ладно, не дуроч, Дэн Абрамов, у которого там тоже он писал, сколько у него там зарплата, получается 100 тысяч фунтов в год, вот, и если опять же это, ну, если просто это в доллары перевести, он всё равно себе не купит квартиру в Нью-Йорке, хотя он супер-рок-звезда разработки. Ну да, да, не, ну они все снимают, и они так будут вечно снимать, так же, как чуваки. Ну понятно, ну, а это я хочу, я свой угол, Ну вот этот купил, даже смотри, даже смотри, даже вот этот чувак, который в Гугле работает над Ютуб-приложением, из Кремниевой долины, и то он сдаёт чувакам, потому что я подозреваю, что это всё равно дорого, иметь целый дом на себя на одного, и балдеть. Ну он там говорил, что он его в ипотеку опять же купил, и он платит за ипотеку с того, что он сдаёт его. Да, то есть тут как бы... Так ещё у него такой дом, чувак, если ты нас слушаешь, извини, ну блин, там дом, именно у него площадь 20 квадратов, и он в высоту такой, как этот, как у Рона Уизли. Как их эта хрень-то? Борроу. Там он сдвигается, по-русски как он там был. Там, где, короче... Супер узкая вверх, ну как... Да, да, да. Там, где, короче, у них был этот орден, не орден Феникса, а... Не, 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 это именно, это типа квартира Гарри, которая ему от Сириуса досталась. У Гарри-то зажиточная, у него была квартира в центре Лондона. Я про дом Уизли, который именно на отшибе, в полях стоял. Я понял, я понял, да. И вон там именно супер узкая башенка такая вверх, вот. И, блин, это не очень эстетично. И вот дом этого чувака, он настолько же неэстетичный. Просто трёхэтажное говно. Вот то, что мы с тобой в Бруклине, где снимали, так сказать, даже не столько комнаты, сколько места на полу, чтобы матрас кинуть просто и переночевать за 150 или сколько мы там долларов отдали за эту ночь. Вот такой дом в Бруклине ещё куда не шло. И то он тоже там сдан. Подвал там под сдачу, здесь всё сдача, и только одна там комната, это хозяева. Вот. Вот это ещё куда не шло. По-моему, он был кирпичный, если мне память не изменяет. Да, он был такой, типа... Что-то добротное прям это было, и да. Короче, да уж. Тут, конечно, да, без комментариев. Чуваки, кто живёт в Кремниевой долине, напишите в комментариях, как вы сами там. Потому что вот у Стивыча, опять же, тот дом, который в фильме Дудя показывали, где именно раньше жил Стивыч, вот он кирпичный. Но так Стивыч и на S-Mercedes каждый раз, на SLS ездил. У него яхта. И, наверное, вот на это всё у него зарплата вся и уходила. Окей. Что такое дофаминовое голодание? И зачем предприниматели из Кремниевой долины? Мы сегодня Кремниево долиночем. Отказываться от еды. Неактуально будет через год. Ну да. Отказываться от еды, интернета и общения. Короче, новая форма биохакинга. Ограничить время на развлечения, которые вызывают привыкание. В общем, некий Кэмерон, не Джеймс, а Кэмерон Сипах, психолог, считает, что если, если ограничивать дофаминовое дерьмо по типу смотрения там твиттеров этих ваших, игр заморских, онлайн-покупок или даже секса, секса и прочих соцсетей с сериалами и даже еды вкусной, джанк-фуда особенно, то если это все подограничивать, то больше сил будет, тупо больше будет сил. Потому что вроде как некий Кэмерон Сипах считает, что у нас зависимость с пацанами. Мы, короче, не можем никак зайти, не зайти в твиттер, не зайти в инстаграм. Это все... Откуда про нас-то знают, уже знаешь? Да я согласен, он что-то охренел вообще. Вот. И типа мы обжираемся дофамином, реально. Вот в кавычках написано, но обжираемся дофамином. И нам надо все больше и больше и больше, соответственно, мы все время времени больше тратим на это, мы, соответственно, сил больше на это тратим, а на работу так называемую, нашу, мы не можем никак потратить. Здесь он предлагает разные замены этим вот вещам. Точнее, он не предлагает замены, он говорит, что вы замените-ка чем-нибудь более полезным. Ну, достаточно, в принципе, логичное дерьмо. Например, там, условно, вместо того, чтобы сидеть в соцсетях, взять, почитать книжку. Ну, это же, как бы, это целое дело, почитать книжку вместо соцсетей. Вот. Надо заменить по его мнению, ограничить, отказаться или ограничиться использование интернета, видеоигры, онлайн покупки, азартные игры, искал, вредная еда, острое ощущение, порно, потребление рекреационных веществ. Алкоголь, никотин, кофеин, психоактивные и наркотические вещества. Блин, вот это плохо. Я бы совместил, на самом деле, это чтение книжек и соцсети. Я вот планирую с завтрашнего дня, неактуально будет, опять же, ну, и тем бы поржать, можно будет посмотреть, начать челлендж и 20 дней подряд читать и фоткать в инстаграм, что я читаю. Ну, и писать там, прочитал полстраницы. Чисто, чтобы челлендж не просрать. Ну, это нормально. Это нормальное совмещение, мне кажется. Я психоактивные и наркотические вещества буду в течение 20 дней подряд. И посмотрим, посмотрим, как будет складываться. Кто первый сольется и сопьется. Ну, кто первый сольется, да, мне будет сложнее слиться уже через 20 дней с этого челленджа. Если честно. Челлендж для новой жизни будет. Вот такое произведение можно будет написать. Причем в короткую, да. Что еще? Ну, расписание, он тут говорит, как что ограничивать себя, когда что делать. На самом деле не так подробно, как я это говорил. Он просто говорит, что ну, вот тогда-то ограничивайте, делайте один выходной, делайте там 10 выходных от интернета и так далее. Ну, и вроде как, короче, действительно, действительно, популярная статья оказалась. Все прочитали. Вроде как, считается, что чувак прав. то есть, это никем не доказано, подчеркну. То есть, это вообще никто, я уже по Путину, я подчеркиваю, что это никем не доказано. А печенегами или половцами хотя бы доказано? Печенегами или половцами? Никем, ни харибдой никакой. Вот. Это просто, как бы, вот, предположение. В теории, действительно, если ты перестанешь забивать себе башку всяким говном, вот, и перестанешь отвлекаться, менять постоянно контекст на соцсети с работы, то вроде как, действительно, пол станет лучше. Диета это или не диета, чувак вроде даже признается, что он решил так назвать, потому что сейчас вообще модно на всякие диеты садиться. Особенно среди кремниевичей. Вот. Вот такая история. Здесь даже некий Эрик Трейкел, короче, автор исследования по контролю стимулов, говорит, доктор Сипах предлагает стратегию, которая согласуется с исследованиями в области самоконтроля. Да, выключение устройств в определенное время и использование сервисов, ограничивающих время работы приложений и стратегия самоконтроля. Она, безусловно, улучшает здоровье, но снижение уровня дофамина происходит не потому, что он заканчивается или сама дофаминовая система изнашивается. То есть... Ну-ну-ну. Да, то есть это не совсем связано, не столько связано с дофамином, сколько просто, если ты не будешь отвлекаться, будешь более умной хренью заниматься, чем более тупой хренью, то у тебя просто станет тебе лучше самому по себе. Ну, слушай, это make sense, seems legit. Я только одно не понял, а к чему здесь кремниевая долина вообще? То есть они там все уже, ну, на нее переходят, или что? Ну, вроде как да, типа... Или там без этого никуда, или что вообще? К чему это привязано? Среди них вроде эта статья стала популярной, до хрена. И плюс они все там диетачи, и поэтому они все пытаются вот сейчас это сделать. Там даже гендиректор твиттера Джек Дорси ест один раз в день, иногда пьет только воду и не питается на выходных ради экономии времени. Вроде как даже он может сесть на такое дерьмо. Сесть на лицо одобрения, или что там было? Ну да. Тут классный коммент первый. Это миллениалы изобрели пост. Да, кстати, да, это смешно. Вот, короче. Как ты вообще, Саня, относишься к самоконтролю? Это круто. Я положительно, очень крайне к этому отношусь. Вот. Но надо это делать для себя. Я, собственно, даже и постился два года. Вот. И как раз в том числе... Ну, типа, для меня это был просто челлендж. И не бухал я шесть лет. Вообще не пил ничего алкогольный. Тоже тупо челлендж. Такой самоконтрольный. Типа, смог бы я? Смогу ли я? Мог ли я? Да, то есть для меня это... Я люблю иногда такое что-то сделать. Не сильно радикально, как некоторые наши с тобой знакомые друзья. Вот. Да. Но... Да. То есть без каких-нибудь там кринжовых штук. Хотя великий... Ну, я не только великий пост соблюдал. Опять же, я вот тысячу раз это говорил, еще раз повторю. На самом деле, крупных таких постов, их аж четыре. Вот. Кроме великого, еще три. И еще и между ними тоже почти каждая среда и пятница – это постные дни. И там в зависимости от сезона, летом или зимой, там разный пост. То есть зимой можно, и в них рыбу есть. Летом нельзя. Вот. И это, на самом деле, я как-то больше жизнь начинал ценить в это время. То есть я тупо радовался вообще... Я просто радовался, что я вот вышел на улицу, и солнце светит. Ты как-то сильно очищаешься. Ты уже... Я не могу это писать словами. Это не то, что там какое-то божественное просветление снизошло. Нет. Это просто... Ты настолько от этого... Ну, как бы становишься независимым. Там от еды или от чего-то еще, что у тебя как будто бы освобождается реально силы на то, чтобы там что-то другое делать. Это несмотря на то, что ты больше заморачиваешься, чтобы пожрать. Потому что пожрать не постной еды легко. Она везде, повсюду. То есть, ну... А пожрать постной, и при этом не остаться голодным. Это тоже челлендж своего рода. Я похудел килограмм, наверное, на восемь в тот момент, когда вот это все у меня длилось в перспективе за два года. Не то, что там за месяц. А вот за два года я на восемь килограмм похудел. И в том числе из-за того, что мне тупо там даже лень было жрать, готовить, что-то придумывать. Я просто орехов каких-то поел и все. Вот. По директору Твиттера. Поэтому мне это как-то помогало. Просто, чтобы у меня там что-то какие-то шестереночки на места встали. Я в тот момент еще жил с родителями. И мне тогда мама сказала, типа, все, я не хочу это видеть. Ну, а я реально похудел и как бы стал, ну, так скажем, более болезненно. Ты и так не очень толст. Ну, вот да, да. Это не то, что я со ста до девяносто похудел. Нет, это как бы все-таки было там, типа, с шестидесяти пяти до пятидесяти девяти. Вот в таком аспекте это было. Вот. И она говорит, типа, нет, все. Вот съедешь от меня, я этого не буду видеть, тогда можешь, типа, заниматься говном. Хотя, на самом деле, я знаю, что вот сейчас я уже давно с ними не живу, но если я все равно начну что-то так поститься и так далее, все равно будет, ой, зачем тебе это надо, там, туда-сюда, да, давай вот поешь мясо, там, ну, то есть, хотя, как бы, ну, ну, не ем и не ем. Поэтому для меня такие вещи самоконтрольные, это прикольно. И вот я хочу этот челлендж читательный в том числе сделать, даже не столько, опять же, чтобы непосредственно там, типа, знаешь, я хочу какую-то книжку одну прочитать, и настолько мне вот я отвлекаюсь, что я вот, нет, это не ради одной какой-то конкретной книжки. Я даже не уверен, что я все это время буду что-то одно читать. Вот. Ну, например, у меня там два журнала скопилось, которые я еще не прочитал. Вот. Ну, и там несколько книжек, соответственно. Хотя бы что-то читать. И для меня просто я хочу сделать себе хорошую эту привычку. Вернуть. Она у меня была в какой-то момент, а сейчас опять ее нет. И вот я хочу просто тупо себе выработать еще одну хорошую привычку. Как гласят какие-то там гайды, за 21 день вырабатывается привычка хорошая. Ну, ее потом, правда, просрать можно за пару дней, я думаю. Но вот вырабатывается она 21 день. И потом ее уже проще поддерживать становится. Поэтому, ну, посмотрим. Посмотрим, получится у меня этот челлендж вытерпеть или нет. Если тут никаких суперплохих событий не произойдет, то думаю, что получится. Так что да. Ну да. 21 день читать, в принципе, это можно. Себя заставить. Вот 22 день это уже сложно будет. Ну, там привычка уже будет. Да. Хорошо. Отлично. Отлично. Напишите в комментариях, вы сидите там на дофаминном голодании или нет? Как сами? Че как? Кстати, пищу, вернусь. Я вот, например, принципиально не жру чипсы. Еще с первого класса школы. Потому что просто как-то мне наша первая школьная учительница очень красноречиво обрисовала, что в чипсах дохрена канцерогенов и просто у меня сосуды все умрут, я сам умру от чипса. И я с тех пор, может быть, не знаю, чипсинок 20 съел с первого класса. И я их просто принципиально как-то не жру, и да. Поэтому, да. Ну, вот, например, комбинация углеводов и жиров в скобках макароны с сыром, это я вот только в путь. Поэтому тут... Что-то вот для себя придумываешь, какие-то вещи, и как-то вот их чтишь, так сказать, соблюдаешь, а зато остальные вполне можешь и не соблюдать. Поэтому... Как идет? Согласен, согласен. Че, давай перейдем к названию пацанов и девчонок, тех, которые нас заносят. Да, давай я назову. Скажу, что на монтаже вы увидите здесь список дженерик патронов, которые до 5 долларов нам заносят. Они нам тоже очень важны, нужны. Мы вас всех любим, чуваки. Но некоторых из вас мы назовем еще раз отдельно. 40-долларовый Макс. Спасибо большое. 20-долларовый Константин Гончаров, Никита Ларк, Игорь Катив Продакшн, Тимур Экрамов, Иван Мерзавцев. Чуваки, вы просто охренительные. Наши штурманы. 10 долларов. Почетные космонавты. Графа Балмасов, Ануар Балгимбаев, Дмитрий Казарцев, Бэд Кэт, Алекс Яценко, Петр Гульчук. 5-долларовые космонавты. Это 7-долларовый Владимир Анохин и 5-долларовый Рома Фролов. Чуваки, спасибо вам всем огромное. Если бы не Патреон, мы, возможно, бы уже забили. Даже не столько из-за того, что мы на эти деньги живем, сколько просто это является индикатором того, что кому-то это надо. Кто-то готов, так скажем, что-то отдать за то, чтобы мы творили и дальше. Поэтому это все так. Чисто в музей Поле Чудес уходят все отчисления от Патреона практически. Вот. И да. Банану на монтаж просто все уходит и все. Поэтому не переживайте. Спасибо банану за монтаж. Второй раз мы ему говорим спасибо за сегодня. Ну, даже и двух раз мало. За такой божественный монтаж. Мы дифирамы поем практически. Переходим к обойке. Давай. А вот смотри, где наш подкаст? Я, во-первых, здесь вижу, не могу точно сказать, но вообще я вижу Куал-Ломпур, Малайзия. Не в жизни бы не догадался. Хотя Гранд Хаят, наверное, это что-то, по-любому не Нью-Йорк. Гранд Хаят это сеть. Это сеть. Хаят это сеть. Как хим-то почти. Просто это азиатская сеть. Но, по-моему, в Нью-Йорке тоже она есть. Так же как Four Seasons, вон там справа, это тоже крупная сеть отелей. Согласен. Ну, просто здания, конечно, не нью-йоркские местами. Хоть и видно, что мегаполис, и видно, что небоскрёбы. Ну, дурочи бы понравилось, да, мегаполис. Дурочи, Куал-Ломпур. Короче, что я могу сказать? Наш подкаст, наш подкаст, да, если ты посмотришь, там вдалеке на земле есть такие круги из этих, из каких-то иллюминаций из какой-то. Так, как будто там какие-то фонтаны бьют, в которых купаться будет обычно. Вот. Вот фонтан, это наш подкаст, мимо него проходят слушатели, и он как бы, он так затихает, затихает, он сильно начинает хрень начать. Поющий у нас фонтан хотя бы. Поющий, но это все происходит только тогда, когда банан смонтируют. То есть, он как бы, они идут, идут, вроде ничего нет, ничего нет, потом бам, струя. Потом хом, они приходят, закидывают монетку, знаешь, как, ну, в автомат, а через месяц брызжет только фонтан. Ну, так и происходит, брызжет фонтан через месяц. Ну, в принципе, это хорошо, когда еще брызжет фонтан, иначе еще не все потеряно в жизни, даже если с задержечкой какое-то это происходит. Ну, вот, а я как раз хотел сказать, что наш подкаст, это Grand Hyatt, это сеть отелей. Мы как бы много где находимся, у нас по всему миру у нас есть, так сказать, эти, как сказать, филиалы. Вот, нас и там слушают, и тут. Вот, мы с тобой, понятно, на пентхаусе, вон там, в самом верхнем. Рядом с нами Джеймс Бонд в президентском номере. Вот, ну, и так далее по списку. Вон, чуть ниже Макс, у него там синяя комнатка какая-то. Потом дальше 20-долларовые патроны расположились, ну, и там где-то у подножья, в лобби, на бесплатном интернете сидят двухдолларовые патроны. Кстати, Банан наш двухдолларовый патрон в том числе. Вот он там в лобби сидит. Но он тоже высоко сидит. Он на крыше, прямо рядом с надписью Grand Hyatt живет, как Карлсон. И главное, чтобы его не сбросил никто с этой крыши, поэтому надо поторапливаться, наверное. Вот, ну, ладно, достаточно круто получилось. Да. Сейчас случайно заметил, что вот там один дом, как бы сказать тебе, слева от тропиканы, а на нем кран целый на крыше. Да, вижу, вижу. Мне показалось, что это какой-то танк уже на крыше, если честно. Ну, это, это батя у меня, AR. Вживую, вот, танк на доме сразу, и все, и нормально. Отлично. Спасибо, чуваки, что послушали. Целую всех. Да, спасибо всем, кто в записи это слушает. Смешно, как будто это можно не в записи слушать. У нас теперь нет стрима подкаст, стрим премьеры. Отдельное спасибо тем, кто в трансляции это слушает каким-то образом. Может, опять премьеры начнем делать, да? Хотя, не знаю. Да, можно. Ничего не изменилось от того, что мы не стали делать премьеры, только один наш комментатор, я каюсь, не помню его имени, перестал мыть, что премьеры говно. Поэтому, в принципе, уже какой-то плюс. Уже плюс. Вот. Ну, круто, круто. Будем тогда сворачиваться. Всем спасибо, кто посмотрел. Это был 232 выпуск, уже 13 число, уже 2 ночи. Мы сегодня достаточно рано закончили. Ну, для нас рано. Как это не парадоксально, да. Увидимся через никогда, через неопределенное количество времени, когда там колесо Сансары совершит свой оборот и выйдет очередной выпуск. Но записывать мы его будем скорее всего через неделю. Я думаю, вряд ли что-то нам помешает. Поэтому мы с Никитой услышимся через неделю, а с вами когда-нибудь. Всем спасибо, увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok